Герой или не герой? Сказали герой, но не герой. Не герой я типичный, не герой вообще, не герой я, можно сказать, принципиальный, и не герой вечера, и не герой эстрады, а герои сегодня – песня. Герои сегодня – артисты, которые вам покажут эти песни. И главный герой сегодняшнего вечера – вы, дорогие зрители, для которых всю жизнь я писал и написал все эти песни. Рео-парам-парам. Во мне лесу было сердесят, не амбал и не отсчет. Бригадир, ну чё ты сердишься? Бригадир, ну что ты сердишься? Тут тебе не Нижний Новгород, А Вышний Болочок. Лесоповал Этап идёт до тубика и до упора. Лесоповал Кругом тайга, она у нас за прокурора. Лесоповал Отдай, забай, шесть купол и вся любовь. Здравствуйте! Вы смотрите Шансон ТВ, и это программа «Звёздный пасьянс». Меня зовут Екатерина Голицына. Ты не жди от меня совета, ты не жди от меня подсказки. Я и сам заблудился где-то, как и вам, дурачок, из сказки. Этот отрывок стихотворения «Юная девушка Лида» нашла на клочке газеты, взяла гитару, сочинила песню и спела её на вечеринке в студенческом общежитии. На этой же вечеринке был молодой человек, который внимательно за ней наблюдал, и потом подошёл к ней и сказал, а знаешь, автор – это я. Это был Михаил Танич. Они прожили вместе долгую, нелёгкую, яркую, счастливую, бедную, очень многогранную жизнь. Она – поэтесса, член Союза композиторов, автор многочисленных песенных хитов, художественный руководитель группы «Лесоповал». Она – муза, она – любимая женщина, жена, друг, соратник. Муза великого поэта Михаила Исаевича Танича, которая никогда не боялась быть в тени своего гениального супруга. Сегодня у нас в гостях Лидия Николаевна Козлова. Я ещё слышала, что Михаил Исаевич был достаточно сухим человеком, практически никогда не говорил вам комплиментов и никогда не признавался в любви. И только уже потом вы нашли в его столе стихотворение, которое тоже мне очень нравится. Можно я его прочитаю? «Кто бы знал, как ты прекрасна поутру, как тебе твой макияж не ко двору, как восходят надо мной всякий раз оба солнышка твоих зелёных глаз. Кто бы знал, да кто бы видел, да любой, он бы должен просыпаться бы с тобой. Кто бы знал, как ты прекрасна, ты сама. Но я сошёл от ревности с ума. Ну разве это не признание в любви? Ну оно произошло всё-таки после его жизни. Поэтому это было так трогательно для меня. Он человек такого был крутого нрава. Женщин не любил хвалить, хотя пользовался успехом у женщин. А у жену тем более, чего её хвалить. И когда через месяц после его кончины я нашла это стихотворение, ещё толстым фломастером написано «Лидия». Ну, конечно, я тоже женщина довольно жесткая. Я даже не плакала, когда он умер. И дети нас не плакали. Мы вернулись из кладбища, сели за стол. Ну вот уже и посторонних людей нет, можно поплакать. Включаем песни Танича и начинаем улыбаться. И у нас рот раздвигается до ушей от счастья, что вот этот человек писал такие весёлые, такие жизнерадостные, такие остроумные песни, и что мы причастны к нему. И дети, и жена. Поэтому это единственный, может быть, раз, когда у меня выступили слёзы, когда я прочитала это стихотворение. Потому что, наверное, опять же, по большому опыту он знал, что женщину хвалить не нужно. Она потом начнёт командовать, она потом станет царицей, над тобой боговать будет. А как же тогда общепринятое мнение, что женщина любит ушами? Он его опроверг, получается, в вашей жизни целиком и полностью? Дело в том, что он же поэт. Поэтому я только прислушивалась и приглядывалась к его стихам. Они были обращены к разным людям, в том числе и к разным женщинам. И это была наука, чего он подметил интересного хоров, его в то плохое заметил. Как мне приблизиться к этому совершенству, чтобы стать достойной слов, который он написал и не прочитал мне. У нас так было заведено, что он писал рано утром, он как привык на лесоповал просыпаться врань-ранью. Так он в 6 утра просыпался и сразу начинал левать в постели и сочинять. Он левит, я сплю рядышком, ничего, безмечебным сном. А он сочиняет. Как только он всё сочинил до последнего слова, до последней запятой, и это его устроило, он выскакивает из постели, бегает в кабинет, записал, приходит, меня будет, мне читает. У меня такая радость. Это мне подарок. Немыслимый подарок. Вообще встретить в жизни и стать любимой, а главное другом, талантливому человеку, это такой подарок, почти как твой талант. Я про свой талант и не думала, и в голову не брала. А радость от того, что я живу с таким человеком, такого таланта, такого уровня, что он мне доверяет первый послушать. Ну, потом, правда, с возрастом, мы прожили почти 52 года, я уже настолько обнаглела, что могла сделать какое-нибудь замечание. Вот это вызывало жуткое у него настроение. Он кричал, ты ничего не понимаешь, и убегал. Но иногда чего-то правил. И потом он приходил с улыбкой, и, значит, уже демонстрировал это, как он исправил. И это действительно было всегда очень здорово. Ну, сопротивлялся, как всякий мужчина, сопротивлялся. А какой самый неожиданный комплимент? Все-таки делал же он когда-нибудь комплимент? Когда я в 18 лет к нему приехала, а ехала я долго, перебиралась через Волгу, 5 марта, это зима, весной пополам, снег, с дождем, все размыто. И я ехала через Волгу пивком по канатному мосту, потом ехала на попутке, потом на телеге, уже к вечеру водитель, который меня вез на попутке, сказал, Дальф, я туда не сворачиваю, куда мне нужно было к нему добраться. Ищите кого-нибудь. И я стою на перекрестке по коленам грязи и в снегу и думаю, кто мне... И вдруг телега. И вдруг мужик говорит, ну, садись, я туда еду. И он меня привозит. Можно представить эту маленькую девочку, которая 18 лет выведела, лет на 14-15, грязную, несчастную, в темноте. Замерзшую. Да, замерзшую. Я к нему в хаву, у него, как говорится, полный фокинг. Он не мог представить. Ну, звал, конечно, в том, я приехала. Но в том, приехала. Но не такое. И вот он меня ведет домой. И так все поглядывает молча, потому что у нас никаких отношений, никаких поцелуев не было до свадьбы. Так все поглядывает, поглядывает. И первый комплимент. Он говорит, а женщины-то от любви, оказывается, красивыми делаются. Я думаю, ничего себе, я страхила. Значит, когда вот я его добралась и похожа на золовку, которую вытащили от камина с углем, он говорит, что я красивая. Поэтому он не любил делать комплименты. И я их не вдала. Не ждали? Нет, я была настолько молодой и настолько любила все, что мне показалось прекрасным. Я любовалась на всех женщин. Мне все женщины казались красавицами. А про себя ничего не думала. Я еще, как говорится, не готова была к этому вот торжественному выходу, как Наталья Николаевна на первый балл. Но испугалась я сильно, что я больно страхна, наверное. Да ладно. Да, честное слово. А правда, что вы с детства комплексовали по поводу своей внешности? Никогда. Меня даже не приходило в голову. У меня комплексов не было. Комплексов не было. Я собой почти довольна. Почти довольна. Но чтобы любимый, который меня зазывал, сказал, что я только от любви к нему сделалась, похоропела, да, сделалась красивой. Это, конечно, было так резко. Это он сделал мне такой асаже. После этого я уже все в голову и дальше никогда не брала, чтобы как-то выступить перед кем-то, показаться. Тем более в компании выглядеть лучше других женщин. Я тогда старалась одеваться так, чтобы я их не обидела, не оскорбила своим вечерным нарядом или своей прической, или своим чересчур приятным видом. Мне казалось, что эта немновка будет других женщин оскорблять. Права я была или нет, не знаю. Но я так поняла, что к вычурности нарядов был огромный, долгий путь через голод, холод и болезни. Это же ужас. А фантазия, первый голливудский фильм, который я увидела в доме инвалидов, где все были без руки и без ноги, туберкулезники, все, наверное, был сестра его дворецкого. Ну, вы помните, Дангину Дурбин, где она поет две гитары. Я о красоте понятия имела, но ни купить это, ни увидеть в жизни не могла. Но я была абсолютно уверена, что у меня все будет. Все так и сбылось. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я всю жизнь пишу стихи, всю жизнь хотел написать песню. Я думаю, что это мечта всех поэтов – написать песню. Вообще поэты считают, что они пишут песни. Настоялось на ветру, да на дождике, В Гумицу, там же все нараспад. На Арбате, говорят, есть художники, Только где же его искать, тот нарпан. Провинциалка, провинциалка, А эскалатор бежит, а эскалатор не ждет. Ступай смелее, провинциалка, Сначала страшно, потом пройдет. Скажите, ну вот, в 18 лет вы же строили какие-то планы? Ну, во-первых, Михаил Исаевич был у вас намного старше. Почти 12 лет разницы, правильно я понимаю? Да, он был в 15 лет разницы. Как бы взрослый мужчина, мужчина с биографией, как сейчас говорят. Ну, это я потом про биографию узнала. Да, но тем не менее, вы 18 лет закончили техникум, Вы какие-то другие планы строили на жизнь, а не просто быть спутницей. Я была абсолютно уверена. Я уже тысячу раз это рассказывала в разных передачах. Ну, коротко повторюсь, старуху, у которой я снимала койку, тогда комнат не снимали, а снимали койку. Койки мне не досталось, мне достался деревянный топчанчик. Он где-то там стоял в прихове, в подвале. И я на нем спала. Когда мне исполняла, должно было исполниться 18 лет, он сказал, я тебе покажу суженого. Старуха, это было настолько страшно. Я была в таких страшных, не жутких, а страхных условиях, что я так думала, что и весь мир-то состоит из этой вот старухи, которая ходить не может 90-летняя со страхным лицом бабы-яги. Но все-таки она мне захотела показать будущее. И я увидела этот сон, который она мне напророчила. И я после этого была абсолютно уверена, что все сбудется, что все так и будет, все так и сбылось. Я уже живу после Танича. И я это видела во сне. И я знаю, сколько я проживу, и как чего будет. И я очень счастлива, что я примирилась с этой судьбой, которую мне проведение показало. Поэтому, когда я встретила Танича, я его всему не хотела понравиться. Меня потрясло то, что я встретила человека из сна. Человека, который... Только он был похож, да? Да. Ну, абсолютно это лицо, абсолютно. Я всю жизнь со всеми врачами говорю, ну, давайте разберемся, как можно увидеть всю биографию, я вне самоопречия, как можно увидеть всю биографию, всю жизнь от 18 до 78 лет, как можно увидеть и понять, как это, что это такое, что за проведение, что за откровение такое. Все врачи улыбаются. Видимо, думают обо мне чего-то не очень хорошее. Пойду, покаюсь, батюшки, мол, батюшка грешна. Уже и двадцать милого, а я не влюблена. А он и скажет, батюшка, да разве ж это грех, не просто выбрать милого из всех, из всех, из всех. Вот такая наша жизнь, вот такая. А то кому-то дарит все, вот такая. То кому-то почему не вдобег, все-то сделать, норовит поперед. В гостях у нас сегодня Лидия Николаевна Козлова, поэтесса, член Союза писателей, замечательная, красивая женщина, которая тоже была напророчена своему супругу Михаилу Тайничу, цыганкой, которая нагадала ему, что его суженую будут звать Лида. В то время у Михаила Исаевича ни подруг, ни знакомых по имени Лида не было. Вот так и получается, что одна бабушка напророчила Лидии Николаевне Суженого, а цыганка нагадала Михаилу Исаевичу всю любовь, всей его большой и очень плодотворной жизни. Правда это или неправда? Это правда. Скажите. Ну, он мне в этом признался, как ни странно, в старости. Да ладно? Да, вот память человеческая, она так устроена, что что не нужно, она там где-то в загахотниках прячет. И вдруг в старости он мне говорит, ты знаешь, я вспомнил, когда мне было там что-то лет 17, я шел на базар, мне надо было кепку купить, восьмиклинку, он его даже потом в Лисоповале такая есть песня «Кепка восьмиклинка». Какая-то цыганка ко мне пристала. Ну, я говорю, тебе что надо? Она говорит, а я тебе хочу вот погадать. Он говорит, а у меня денег нет. Я говорю, только на кепку на эту было. Она говорит, а я тебе так скажу, у тебя жена будет, Лида. Я говорю, вот бреховка. Она брехала мне. У меня ни одной Лиды даже знакомой ни в школе не было, нигде не было знакомой такой девочки. Ну, потом, говорит, вот прошло вот эти вот 58 лет, оказывается, вот таки да. Скажите, ну вот вы перебрались через мост. Худая, мокрая, грязная, промокшая маленькая девочка. Пришли к Танючу. Как дальше складывалась ваша жизнь? Счастливо. Это понятно. Время нищая, но счастлива. И все время вот так вот весело? Все время весело. Он был очень веселый человек. Хотя он в это время только что вышел из лагеря. Но я такую скажу вещь. Человек, который попал туда, он знает, что вывыть можно только за счет характера, за счет духа. Что ты вот сносишь это все, еще и с юмором немножко глядив на ситуацию, умеешь ее разложить, просчитать, как чтобы она не была для тебя с каким-то тяжелым последствием. Поэтому он все время шутил. Хотя иногда по его взглядам я видела, как всякий обиженный человек, он умудрялся взглядом выразить эту вот насторованность, пока он определял человека. Вот. Он был веселый человек, мы все хорошо жили, только очень бедно, очень нищие. Вот он занимался тем, что он писал стихи, да? Я даже не позволила бы ему ничем заниматься. То есть у него не было такого, что я вот пока стихи попишу, пока что-то произойдет, я пойду пока разгружу вагоны, чтобы накормить семью. Не было такого? Нет, этого не было. У него, во-первых, после лагеря был туберкулез. Туберкулезный человек не очень-то мог физически работать. Вот. Но у него, он в котловане работал, там же, где я на стройке, где я была, там он работал просто разнорабочим. Но когда он в меня влюбился, чего я не знала, он мне этого не объяснял, он поехал в Сталинград, в облсполком и сказал, я уже реабилитирован, вот справка, я ни в чем не повинен, вы можете мне дать работу по моим способностям? Я к литературе имею призвание и способность. И вот они, значит, ему все-таки пошли навстречу, поверили. Может быть, он даже им рассказал, что он полюбил, и что он не молод девушки, да, объясниться в любви, как этот зачуханный мужик будет объясняться какой-то девочке молоденькой в любви. Они вот ему дали это место почти в казахстанских степях, там между Азовским и какой-то там второй у нас Черным морем. Вот где-то тут вот Рыбацкое было село, куда его отправили. Это была жуткая глушь, километров 250-300, наверное, от цивилизации. Вот. Он там начал работать в газете, там оказался очень умный редактор. Вообще, если взять прошлую жизнь, в моей памяти остались особые несколько человек, которые были так умны, которые могли понимать ситуацию и человеческую, и ту, которая в стране происходит. Настолько умны и настолько человечны, что они принимали участие. Вот так находился там Аблов, редактор. Он это был очень образованный человек, который он Танича и взял работать. Постепенно он там поднимался от корреспондента, выв и выв, и до секретаря, устроившись в эту газету. Поселковый ООН уже больше, конечно, не работал нигде. Ну что платят в газете? Платили, например, там, я не знаю, 120 рублей, предположим. Я точно не помню. А больше он нигде не мог. Там рыбаки живут. Он не выходил в море рыбачить. Поэтому он ничего не мог делать. Мы были абсолютно голодны, и есть было ненавто. И несмотря на то, что это деревня, нам приходилось покупать такой вот пакетик гороховый, концентрат уже в то время. Представляете, 60 лет назад уже были эти вот супы. Они оказались сытные, и мы вот этот суп парили и съедали. Вот это у нас была еда. Да, но голодно было настолько, что он-то ездил по колхозам в командировки, надо было писать обо всех колхозах, кто там как работает, кто как выполняет, кто посевную, кто урожай собирает. А я оставалась одна, и мне есть было нечего. И однажды я целую неделю ничего абсолютно не ела. Абсолютно. Меня уже шатало. И вот тогда я догадалась, что я же помру до него. Мне надо записывать каждый день, кто со мной происходит. Да ладно. Да, и я стала наконец вести дневник. И я записывала, что сегодня там меня фатало, на следующий день меня сегодня тошнило, а сегодня все прошло, все хорошо, только ходить трудно. Я в ванную там чебурахнулась, долго лежала без сознанки. И тут он приезжает из командировки, говорит, что жена-то уже от голода. Ноги протягивает, вот-вот помрет. Ну, что-то какую-то еду. Удивительная способность о таких вещах рассказывать вот с таким смехом. Это вот этот позитив. А я, наверное, вот когда ты это осиливаешь, это делается нестрафным. Страх – это вообще не знание того, кто с тобой будет. А когда ты выбив и осилил это, уже страх отступает. Никакого страха. счастья, счастья, радость видеть любимого человека, близкого, которому ты доверяешь и которым ты восхищаешься. Вообще, любовь начинается с восхищения. Ты поглядел на человека и что-то тебя в нем восхитило. Я не знаю, что он несовершенствует, и ты несовершенствует, и все люди несовершенствуют, и самые красивые звезды Голливуда несовершенствуют. Но вот ты увидел что-то, что тебя ранило, и ты после этого приходишь в состояние восхищения, и ты все время хочешь быть с этим человеком, смотреть на него, ты счастлив, ты улыбаешься. Поэтому у меня жизнь была счастлива, я всю жизнь улыбалась. Иногда любви забываю, но про все забываю любя. Без тебя не живу, не бываю, даже если живу без тебя. Ищусь в тебя, как в зеркала до головокружения, и вижу в нем любовь мою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении любовь бывает долгой. А жизнь еще длиннее. Семья Таневича, это замечательно. Вот, вы знаете, я несколько раз попытался проверить, но я сейчас открою тайну, да? Ну, что, можно сказать. Ну, человек молодой, был такой, я говорю, Миш, ну, давай сейчас там рванем, если у меня там куда рвануть, повеселиться там. Он же, Галин, с интересом так слушал, да, но когда выходил от дела до дела, он говорит, не, не, извини, я домой, я к лидочке, эта история не для меня. Ну, вот какие черты характера вот в Таниче были для вас вот наиболее такими яркими, теми, вот ради которых стоило жить и прощать все остальное? Его талант. Вот когда он, я спела эти песенки, а он не подошел, а он тихо так, ну, опытный мужик, знает, как подойти, он так тихо-тихо подошел, как-то сзади подсел, и вдруг я слышу у себя голос, а Танича, я говорю, это вот этот мужик из сна. Да, и я, да, и я, значит, ему говорю, потому что мужик-то взрослый, как ему чего ответить, я говорю, ну да, заливай, Таничича у меня на пол-то. Вот, но как только я с ним стала знакома, вообще каждое его слово, каждая его мысль, он был человек не просто прозорливым, он такой был изоб. У меня такое все время философские, с подтекстом выражения были. Я сразу поняла талант этого человека, и я-то, как говорится, человек вольный, у меня папа со Сталином и с Лениным воевали, вот, мама у меня инженер, а тут такой человек, и я поняла, что да, я всех забуду, и семью свою отодвину, и всех подруг и друзей, потому что этот человек интересный и награжден Богом таким талантом, что мне с ним будет быть интересно. Лидочка пробует, я вижу, что камера включена, горит глазок. Пробный портрет, можешь приближать, удалять, не сама, поближать, можешь и сама, а лучше вот этими кнопочками, ну вот и достаточно, включай, вот все, все, уже красавец на пленке. Я не знаю, как выключать. Также на красную кнопочку. жизнь не заставила. Лидия Николаевна Козлова сама осознанно выбрала этот путь. Просто фактически поняв и приняв то, что на ее пути встретился гений, и она готова за ним идти безоглядно, куда бы он ее не повел. Абсолютно. И точно совершенно веря и зная, что он приведет ее только к лучшему, и в этом она была убеждена. Лидия Николаевна, а все-таки, ну, был же какой-то у Танича недостаток. Вот может, было что-то такое, что вы ему, например, не могли бы простить? Нет, такого не было. Не было? Не было такого. Я ему могла простить все, потому что у нас было в разговорах такое доверие. Вообще, недоверие рождает очень много осложнений. Мы начинаем думать, что он не все нам сказал, что он может в какой-то ситуации как-то поступить не так, как нам хочется. Но у нас было между нами такое доверие. Он так, обо всем легком, ироничном, серьезном, глубоком, философском, говорил со мной, что я знала, что если человек со мной так откровенен, он не может совершить, что называется на лесоповальском языке, подлянки. Не может. Надо только иметь терпение выслушать его и понять. Но 52 года вместе вы никогда не задавали ему каких-нибудь провокационных вопросов? Смотрите, вы красивая женщина, у вас влюблялись Акуджава, Девочка, это совершенно исключено. Потому что если ты своему мужу или возлюбленному задаешь провокационный вопрос, слушайте внимательно, он все равно это поймет, что это провокационный вопрос. Но он уже тебе так доверять не будет. Он будет знать, что тут могут его вдать подновка. Тут могут чего-то женщины схитрить. Я это для себя определила четко, что как бы он не поступил со мной, я должна перед ним быть не хорошее слово эталон, но эталоном. Я не должна нигде наруфить ни его доверие ко мне, ни его чувство ко мне. Как он поступит, это уже его характер, его поведение. А я должна быть безукоризненна. Так я и прожила. Первая девочка, ты в моей жизни, не была ли? Кто тебя выдумал, где ты и как тебя звали? Первая девочка, мы с ней сбежали с урока. Это все было, все было до первого срока. Первая девочка, жалости парню упростила. Первая девочка, что ж ты меня отпустила? двое свидетелей, белый листок протокола, и до свидания, вечерня. средняя школа. Кончился мальчик, он в лагерном обутиканет, станет отпетым и битым, а лучше не стать. Первая девочка, шалости парню простила. Первая девочка, что ж ты меня отпустила? Я хотела вернуться к первому успеху. Песня «Текстильный городок». Как? Вот писал для газеты, отправлял-отправлял письма в Москву, кто-то ему подсказал, я понимаю, что за песни платят больше, да, за песни платили порядка 90 рублей. Они все приезжали, ребята, к нам, Володя Войнович, Саша Галич, Юза Левковский. И все говорили, пиши песни, за них больше платят. Нет, ничего они этого не говорили. Нет? А Куджава сам только начал писать песни. Девочка плачет, шарик улетел. Его так гнобили, А Куджаву. Союз писателей говорил, что он пишет песни, он был в ужасе, он сам был в ужасе. Вот. Войнович был учителем в провинции, приехал, как-то пытался устроиться, но о песнях они не говорили. Чья была идея тогда пытаться писать песни? Ну, во-первых, я написала музычку и спела. Но он это забыл. И я это забыл. У нас уже было двое детей, про песни речи не было. Случилась такая вещь. В такой настройке был писатель, Женя Карпов. Есть Евгений Карпов, поэт? Да. А это прозаик был. Он был способный писатель. И он написал вот такую неореалистическую повесть, которая называлась «Сдвинутые берега». Ну, потому что Волгу перенесли из одного русла во второе. И все. И главный герой он списал с нас на любовный роман. Вот. Когда он это все написал, ему дали премию ЦК ВЛКСМ. Эти 60 лет назад эта повесть имела большой резонанс. Она пропагандировалась, поскольку это комсомольская стройка. Вот. И вдруг звонят Жене Карпову из Москвы, со всесоюзного радио. Говорят, сделайте, пожалуйста, пьесу из этого. Мы поставим эту пьесу. Очень хорошо. Женя то уже получил премию ЦК ВЛКСМ. Ему уже, как говорится, опуститься, переделывать свою повесть в пьесу. И он, друг его был, как ты поняла, раз она была повесть Танеча, он говорит ему, Миша, ну напиши ты пьеску какую-нибудь, я тебе заплачу от себя там, сколько они заплатят, или разделим с тобой пополам. Ну ты напиши, про вас же следы, ты же лучше меня знаешь, что там. Что там было и как-то. Да. Он, значит, написал эту пьесу, ее приняло всесоюзное радио, поставили, в главной роли был миф Ульянов, который изображал миф Танеча, а его друга изображал Олег Табаков. Ну помни, как свадьба с Приданом, главный герой и побочный, вот так. И вдруг оттуда тоже звонят и говорят, что надо написать в пьесу пару песен. А Танеч-то не писал песни, им в голову не приходило, это уже, у нас уже дети, двое детей было, значит, мы уже прожили лет 6-7, Фрэнкель приезжает к нам, приезжает, но они требуют песни, еще Танеч ничего не знает, он говорит, слушай, Янчик, вот Лида когда-то на моей стивке написала две мелодики, я под гитарку пою этому Янчику эти две песни, Янчик говорит, мне нравится, я это беру. Ну только я возьму с твоей музыкой, что я буду новую писать музыку, у тебя там хорошая музыка, у тебя музыка, конечно, там бери, и, значит, спел Мифа Ульянов и Олег Табаков, спели эти две песенки, одна была вот ты не жди от меня совета и не жди от меня подсказки, а вторая такая была, ну легкая, как бы комсомольская песенка, после этого Танеч только задумался о том, что, ну вот, второй раз судьба его заставляет к песне повернуться лицом, и тогда он дал стихи Фрэнкелю, вот, и они написали «Текстильный городок», они очень хорошо работали, то, как говорится, каждую неделю выскакивала песня «Как тебе сломаться», «Ну, что тебе сказать про Сахалин» и так далее, и так далее. Вот так он, Танеч, повернулся к песне. Первая в его песне, потому что те две песенки, где были его слова «Моя музычка», они как-то так и остались в этой пьесе, а первая в песне «Текстильный городок» сразу стала популярной. Подмосковный городок, липы желтые в рядок, подпевает электрички ткацкой фабрики «Будок». Городок наш ничего, население таково, незамужные ткачихи составляют большинство. В общежитии девчат фотокарточки висят, дремлют ленты на гитарах и будильники стучат. Но в хороший вечерок загляду на огонек, в нашу комнату девичек бывший плотский паренек. Я прожил всю мою долгую жизнь в общем-то неизвестным автором известных песен. Так вот песни пели везде, на эстраде, в жизни, но никто не знал, что это мои песни. И я так к этому привык, что у меня даже атрофировалось это вот желание славы вообще. Но когда у меня вышла первая песня, это было 32 года назад, с Яном Фрэнкелем. Песня стала известной, может быть, кто постарше здесь ее помнит. Это была песня «Текстильный городок». Знаете, вот, и я жил за городом, в железнодорожном, и я уезжал вечером с Курского вокзала электричкой. Мне надо было разменять деньги. Я подошел к киоску, в котором продают какао, пирожные и так далее. Протянул пятерку, попросил пирожное. Она мне на бумажечке высунула эклер. И сдачи не дает. Он стоил 22 копейки. Я жду. Она не дает. Все это продолжалось пять секунд, и вдруг я слышу у нее подружка. Она поет подружки. Ра-ра-рай, ра-рай, 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 Это была моя первая песня. Можете представить радость простого человека, которого позавчера исполнили песню, а послезавтра уже запели люди. Я не удержался. Я человек нехвастливый. Но тут я не удержался. Я так нагнулся в окошечко, говорю, девушка, вот эта песня, что вы поете, это я написал. Да? Она говорит. Я говорю, я. Она говорит, мордой не вышел. Но я понял, что это уже известность, популярность. И как только я понял, что это известность, что я человек популярный, сразу эта популярность исчезла. И почти что навсегда. Вы смотрите Шансон ТВ. Это программа «Звездный пассианс». Мы сегодня разговариваем с Лидией Николаевной Козловой. Ее мужа, Михаила Танча, Слава застала практически врасплох. Как он сам говорил, Слава ударила его сковородкой. Когда в киоске, где звучала его песня «Текстильный городок», он признался продавщицей, что «Это моя песня». Она сказала, мордой не вышел, не может быть. Вот таким образом был встречен им первый успех, первый нашумевший на всю страну замечательный песни на музыку Яна Фрэнкеля. Хотя она ударила ему, конечно, сковородкой по голове, но он оценил свою песню. Она нечаянно дала рецензию, что простой, обычный мужик с улицы, который не может такую песню написать. Это песня, которая уже на пятый день пела вся страна. Они-то там пели в киоске, а на подругке пела песню. А ему, говорит, мордой не вышел типа такие песни. Да, потому что не может этого быть. Еще какой-то мужик на улице песню сочинил. А потом все другие песни пошли, и они тоже по счастью были. А на что был потрачен первый гонорар, например, от нескольких первых удачно? Ну, тогда же не продавали песни, тогда получались авторские только отчисления. Да, вернее, тогда назывался ВААП. ВААП, да. Ужасно. Булат говорил, Миша, мы выжили в Орехово-Зуево, это подвал, ужасные условия, земля по окна. Крысы, наверное. Да, крысы, да. Значит, переселяйтесь, переселяйтесь, переселяйтесь. И путем каких-то поисков мы нашли в городе железнодорожном, теперь это прекрасный зеленый городок под Москвой, мы нашли комнату с кухонькой. Кухонька была без печки, в ней стояла керосинка, это был такой, ну, как на дачах туалеты деревянные. Вот, да, да. А комната все-таки была, в ней была батарейка, но она не топилась, все было давно сломано. А у нас уже двое детей, и мы там поселились. К чему бы это я говорила? Так, мы это говорили на то, на что потрачен был первый гонорар. И вот, значит, мы голодаем по-прежнему, потому что, извините за грубость, жрать абсолютно нечего. Уже, вот, Володя Войнович уже сказал, что мифы и песни, мог бы тебе что-то заплатить. А все так жили? И Акуджавы, и Галичи, и Володя Войнович, или они же не получше? Нет, нет, все жили неплохо. Неплохо. Хорошо не сказав, но неплохо. Но они уже все были легализованы. Войнович работал на радио всесоюзном «Доброе утро», «С добрым утром» программа. Галичи, у Галичи уже вышел, вас вызывает Таймыр, и так далее. А Акуджава уже печатался очень мало. Самый бедный был Акуджава. И еще главное, его в это время совет писателей гнобил за то, что он начал песни сочинять. Как опустился поэт, Акуджава начал сочинять песни. Вот. Ну... А вы жили в железнодорожном вот этой маленькой... А мы были в Горовном в Абираловке так называемой, куда они все приезжали. Мы ходили в лес, мы были рядом с лесом, над Фиби, и мы все ходили в лес. И вот так мы и жили. И что же все-таки наш тоже был гонорар-то потрачен? Пока не прошло года два, два с половиной, не было никаких авторских. Танич ездил в ААП, спрашивал, а у него даже носок не было, потому что он ездил в Стандарт и без носок. Ну, не было, не надо купить носки. Без носок. Они говорили ему в ААПе, Миша, ничего нет. Он говорит, ну как же ничего нет? Вся страна поет полтора года, все рестораны, все электрички, все люди на улицах поют, идет демонстрация, поют. А денег нет. Они говорят, ну не так сразу, это долго собирается в ААП, денежка. Это же идет отчисления авторские какие. Вот набрали в ААП денежки, отдай государству там 35-40%, потом отдай в ААПу там 10-15%. Заплати налог с этого еще подохода. А потом уже из оставшегося делится между тем, кто композитор, кто поэт, кто аранжировщик, кто исполнитель. Вот это вот, значит, делится. И это такие копеечки, там 5 копеек, 10 копеек, рубль. Года два с половиной ушло, пока не было никаких авторских. Он уже, как говорится, вот все сказал, вранье никогда, этот денег не заплатит. И вдруг однажды он приходит, ему говорят, «Миха, тебе за два с половиной года набралось там, я не знаю, 220-240 рублей». Ну как огромные, кстати, деньги. Нет, он просто афонарел. Вот другого слова нет. Он сам говорит, я увидел эти деньги, я афонарел. Мы уже так долго голодали, почти 10 лет, и вдруг такие деньги. Ну их нельзя просто проесть. Тем более пропить. Поэтому он решил что-то в дом купить. У нас мебели никакой. Дети спали. Такие были большие коробки, приблизительно сантиметров 7-10 на 40, из-под макарон. И в магазине нам их подарили. Две коробки, ну с мусорки. И это мы устроили детям постельки, там спали дети. Он едет домой и думает, ну надо что-то купить, памятный, первый гонорар. И что? Не помнишь у бабеля рассказ «Первый гонорар»? Почитай, всем предлагаю почитать. Хороший рассказ. Значит, он купил раскладовку и купил огромный приемник. Вот он был как половина вот этого вот. Пола нашего. Да, пола. Только вертикально, черный такой деревянный гроб с черным стеклом, огромная стрела ходила, вот такая серебряная. И вдруг он ловил абсолютно все, весь мир. Я потом такого второго приемника не видела. Может быть, это какой-то был военный, и после войны американский, или там он был шведский, не знаю, империал у него было название. Может быть, он тут остался как трофейный, и в комиссионке он купил. И вот у нас появился приемник, у всех уже были телевизоры, все же услышали радио и телевидение, и все. А мы ничего, ну что, у нас вообще был... Первая кровать у нас с Танечем погенились, нам из морга отдали, развалившись кровать из-под мертвецов, и мы спали на этой кровати. Да, ладно. Да. И сколько же это лет уже было, после того, как вы стали вместе? Это он уже был известным автором? Нет, я говорю, когда мы только погенились. Когда только погенились. А тут у нас уже был матрас. Мы притащили с мусорки матрас, у которого были продавлены. Это как у Ильфа и Петрова. Матрас. Самые четыре кирпича положили, и матрас, и мы, значит, на нем спали. Вот. И тут вот Танеч понял, что все хорошо. Была и не была в моей судьбе, но ты со мной, но ты как будто здесь. Ну что еще, ну что, я знаю о тебе ничего, только то, что ты есть. Ну что еще, ну что, я знаю о тебе ничего, только то, что ты есть. Ты знак, ты добрый знак в моей судьбе. Мой грешный сон, сон, когда не сплю. Ну что еще, ну что, я знаю о тебе ничего, о люблю, о люблю. Ну что еще, ну что, я знаю о тебе ничего, о люблю, о люблю. Надо сказать, что несмотря на то, что это были такие давние времена, 59-й, 62-й год, 51-й, вот это вот, слух по всей Руси разошелся мгновенно. Все артисты стали искать Танеча и заказывать ему песни. Если даже позвонил Клава Ивановна Фульженко, найти Танеча, который вообще... А у вас был телефон, город? Как-то, через кого-то она передала, она как-то, вот Танечу. В общем, как-то они связались, у нас не было никакого телефона, долго очень. Как-то она по телефону с кем-то говорила, кто знал Танеча, передали, а она потом, значит, встретилась с ним, видимо, в Москве, и сказала, Миша, мне уже 75 лет, у меня последний концерт в концертном зале Россия, напиши мне песню, я так хочу, чтобы ты мне написал песню. Он сказал, конечно, Клава Ивановна, в восторге, я оборвала, и он оборвала. Вот он дома сидит и думает, о чем можно написать 75-летнюю венчину? Какую-то назидательную песню, как она преуспела в жизни? Или какие у нее были неприятности? Это все просто. Он говорит, я напишу песню домовой, какой домовой Миша. Ну вот она одна, она одинока, и когда она спит вечером или ложится спать, ей кажется, что кто-то ходит потом. И то он там поправил картинку, то он там что-то сделал, а может быть, он даже с ней спит. В общем, домовой, возлюбленный у нее появился, Надежда. Клава Ивановна была в восторге, она выучила эту песню, она записала ее на радио. Потом она встречается с ним и говорит, Миша, я не могу все-таки по возрасту такую песню снять. Ну, много мне уже лет. И так, значит, песня прозвучала по радио, но в концерте... В ювелирном концерте ее нет. Так же утесов, вот уже такие к нему стали обращаться люди. Леонид Иосифович вообще очень быстро почувствовал, что вот этот человек одесского разлива, хотя Танич родился в Таганроге, но его папа кончал реальное училище в Одессе. И он ему сказал, ну, Миша, ну, напиши мне песню, я уже так давно живу в Ленинграде, так давно живу в Москве, ну, Одесса, она же во мне осталась, ну, напиши. И Танич ему очень хорошие написал слова, но, как всегда, в любом коллективе есть какие-то условности, которые нельзя нарушать. нарушив и чего-то расстроиться. Поэтому Утесов был вынужден отдать, не хочу называть фамилию, но своему помощнику по коллективу эстрадному. И тот написал, хороший человек, и тот написал довольно примитивную песню. И я не знаю, то ли Утесов на самом деле уже был так стар, что не мог это спеть, он говорит, ну, Миша, я не могу запомнить слова. То ли ему не нравилась музыка, и он не хотел обидеть этого своего помощника. И песня тоже не вышла. Но это все состоялось. Вот я почему назвала этих двух людей... Но тогда они были знаковыми. Да, знаковые люди. Сразу после них Танич сказал, я не буду никаким звездам писать песни. Они и так уже звезды. Им и так уже хорошо. Я буду писать песни для начинающих, которые, как я, вылазят из этой гробовой ямы на поверхность и видят, что и солнышко светит, и травка зеленеет. Вот. И первая же песня, вот «Текстильный городок» они записали с Рая Неменовой, которая, хотя и работала, по-моему, у Крола в коллективе, но она, так сказать, была в третьем ряду, немножко два спела. Вот. Но она очень хорошо спела, очень хорошо. Одна из первых песен записала Алла Пугачева, которая была в то время, она еще вкольница была. А? Робота, да. Причем я помню, ее никто не просчитывал, что такая есть девочка, в голове не держали. Они написали с Ливоном Мирабовым песню «Робот, ты же был человеком». Никто не дает ни одной артистке. Хотя радио не возражает эту песню передать, но исполнительница не дает. Вот. А где два начинающихся? Фрэнкель был такой же начинающий. У него не было ничего еще. И вдруг им кто-то сказал, да вот тут Рая Неменова. А, про робота это уже не Фрэнкель. Это Рая Неменова текстильный городок записала. А это уже песня «Робот» с Ливоном Мирабовым. Он был человек малоизвестный, хотя джазмен с хорошим слухом, с хорошим пониманием мелодии. Эта мелодия должна в тебе рождаться и течь, как ручеек, не искусственно. Естественно. Вот он такой был, Ливон Мирабов. Кого, 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 кого найти, записать? И такой Володя Трифонов работал на «Доброе утро». Он сказал, да, у меня есть знакомая одна девчонка, Алка. Она еще в Куле учится. Послушайте, может, она вам запихнет ее? И прослушивание устраивают. Значит, это был коллектив «Лившиц и Ливенбук». Они ехали в большие гастроли по России, туда на северо-восток. Пришли две девушки-претендентки. Первая была знаменитая, очень хорошая певица Камбурова Лена. Она прекрасно вышла и прекрасно спела. Несмотря на свой юношеский возраст, это было драматично, это было интересно, все хорошо. Ну, туда, куда ее хотели взять, это была программа эстрадная. Там нужно было что-то полегче для простого народа на том же Сахалине, на той же Чукотке спеть. А вторая сидела в зале с подружкой, рыжая, волосы во все стороны, такая урловая девчонка в веснушках. Говорит, ну, ты твоя вторая, иди, которая притензала, иди, спой. И это вышла девчонка, это была та самая Алка. И она спела, и спела, она это тоненьким голоском, но очень заразна. Вот в ней такая потенция была сильная. И они посоветовались и сказали, что вот этой девчонке мы дадим. И она записала робот. Конечно, на радио даже в студии не дали записать. И кто-то там чего-то писал, и у кого-то осталось полчаса свободного времени, и туда втолкнули эту Алку, эту еще в школьной форме. Она была еще в школьной форме, и в партике в черном. И она записала робот. Ты со мною вдвоем научился скучать в разговоре одни междометья и чудную привычку, как робот, молчать Объясняешь двадцатым столетиям. Робот, ты же был человеком, мы бродили по лужам, в лужах плавало небо. Чтобы я улыбалась, ты смешно, кукарека, и зимой у романушки добывал из-под снега. Робот, робот, это выдумка века. С этого начались, так сказать, малоизвестные исполнители. Они все шли к та ничью, с каждым месяцем, с каждым годом все больше. Извините за вот это выражение, перли как к Ленину ходоки. Вот у нас все время каким-то образом они узнавали, где мы живем, как-то надо прийти, постучать. Я открываю дверь, спрашиваю, вам кого, Танича, а зачем он вам нужен? А вот я пишу там музыку, а я вот пою. Ну, я прослушивала, слушала. Если кто-то мне казался более-менее талантливый, я, значит... То есть вы взяли на себя роль такого некого худсовета, отсеивания всяческого рода... Ну, это Танич так меня поставил, потому что ему было бы неудобно. Человеку, у которого нет слуха, сказать слух, у тебя медведь на ухо наступил, топай отсюда. Значит, а я все-таки могла как-то дипломатично распорядиться, ну, на свой ум-разум, если человек мне казался способным, постараться его к Таничу продвинуть. Вот поэтому он всегда работал с молодыми и с начинающими. Потом они все стали звездами. Вот вся наша эстрада в 60-е, 90-е годы все звезды прошли вот у Танича вот этими вот учениками. И все-все-все начинали малоизвестными исполнителями? Или все-таки какие-то звезды получили? Я назвала известных фульгенкой и утесом. Да. А все остальные были малоизвестными. Не просто, а просто неизвестные. Вот какала человек, она то ли в училище училась в это время, в цирковом, то ли в коле, еще я точно не помню. Были все никто. А почему же так получилось, что Алла Пугачева, записавшая первую и единственную фактически песню Танича, да, робот, или еще она записала? Нет, она еще балалайку записала. А, балалайку, ну как-то очень незначительно как-то творчество Танича. У них была такая ненавязчивая любовь, ненавязчивая, потому что Алла человек амбициозный, а Таничи того больше. И хотя он свои амбиции не демонстрировал. Она его не просила, а он ей не предлагал, так что ли? Но у него со всеми отношения были такие, что они все к ним относились чрезвычайно уважительно и чрезвычайно почтительно. Алла очень быстро сориентировалась, она уехала веселые ребята к Слободкину. Но вот как рассказывал Слободкин, хотя мне кто-то сказал, что Алла рассказывает иначе, что эта фраза прозвучала на песню Орликина. Но мне тоже кажется, что еще Орликина в это время не выехал. Они поехали с веселыми ребятами на гастроли в Ялту и рассказывает Слободкин Паша Утро на балконе Алла и вдруг слышат, что поют песню «Робот, ты же был человеком». Она говорит, Паша, что это такое? Он говорит, Алла, это Слава. Но по-настоящему ее Слава, конечно, пришла с Орликина. Это и песня гениальная, и она была вовремя четко попала к Алле, четко попала. И Алла ее спела замечательно. Поэтому они как бы и не нуждались. Она сразу стала выходить в «Звезды». Вот Анече пропал всякий интерес работать человеком, который уже состоялся. Да, который уже состоялся. Но время от времени они общались. Время от времени она приезжала. Последние годы перед его кончиной она, например, очень жалела, что ей не попала в программу «Погода в доме». Однажды после какого-то концерта Лиса Павала мы сидели вместе. Она говорит, «Микал Исаевич, ну почему вы отдали Лариске эти песни?» Он говорит, потому что Лариске это хорохоз пела, я ей отдал. А Лариска замечательная певица Дорина, но она пела дваз. Дваз – это элитарная музыка, хотя она и рабов пела музыка. Народная певица Лариса Долина стала не в обиду, ей сказано будет после «Погоды в доме». И вот, когда Лариса сделала эту программу, вчера она получала тысячу пятьсот, а на следующий вечер ей уже дали пятнадцать тысяч. И она, конечно, стала звездой. Но она успела с Танечем пятнадцать-восемнадцать песен написать с Горобцом, и эти песни все были популярны, и я даже скажу, лично для меня там есть более даже любимые. Ну, просто это любимые всем народом. Какой прогноз у нас сегодня, милый, с чем ты опять проснулся мне в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду? Главнее всего погода в доме, а все другое не суета. Есть я и ты, а все, что громит, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что громит, легко уладить с помощью зонта. С Аллой этого не происходило. Алла прекрасно влах в гору. Зачем им было? Изредка встречались. Когда ему сделали операцию, Алла приехала к нему. Первый человек, который приехал на своем этом длинном лимузине, а у нас двор колодцем не вписаться, она крутилась, 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 никак не могла. Наконец Танеч смотрит в окно, а на нем были такие железные, как это сказать, даже не знаю. Он был закован в железке, это было после операции на сердце, после шунтирования. И он еще не выходил никуда, от кровати до туалета только доходил. Он сказал, пойду Аллу встречу. Она приехала, и вот полчаса не могут во дворе развернуться. Он идет потихонечку во двор, открывает дверь, Алла видит его, она выскакивает, давай танцевать цыганочку среди двора. И весь двор высунулся, люди высунулись во двор, и в полном восторге видели, как Танеч и Пугачева бацают цыганочку. Поэтому у них, потом она попросила балалайку, потом она захотелось петь девочку секонд-хенд. Она хотела петь песни такого плана, как Лисоповал. Сторону Лисопову, я так и понимаю. Но он сказал, Алла, у тебя так все хорофо славилось, нафига тебе еще в это влазить. Ну смотрите, дальше она пошла тащить мадам Брушкину вот в этом же направлении. Ну это в этом направлении. Она всегда была жанровая певица, даже когда пела неванровые вещи. А он ей как бы отказался. Ну, я не думаю, что она обиделась. Она всегда умела находить песню, которая пройдет у зрителя. Поэтому у них обиды не было, но и большой дружбы не было. изредка не встречались. И вот в этот весь период вы свой поэтический дар, которым вы тоже не обижены, вы его или скрывали, либо таили, либо просто вот так на него наступили, сколи не время. Я не предполагала, что я могу сочинять стихи. Все девочки, все мальчики в подростковом возрасте чего-то там пробуют сочинить две-четыре строчки. Я ничего не сочиняла. Мне это не приходило в голову. Но, правы встанищем 20 лет, что-то из меня начало, как говорится, вылазить, лезть. Непонятно чего. Мне стыдно ему признаться. Как я ему признаюсь? Я его талант понимаю, уровень его таланта я осознаю. Я согласна тут с Розенбаумом. Он сказал, Таничи, это Пушкин, песня. Я тоже так понимала. Поэтому я, конечно, не лезла со своими стихами. Пока я целую книжку написала, отредактировала. Потом уже года через два смелилась, ломив. Я тебе хочу дать тетрадку, почитай. А он жесткий человек. Он говорит, какую тетрадку? Я говорю, ну ты-то, увидев, почитав, он почитал. И может быть, это было очень мягко с его стороны и терпимо ответить. Не похвалить, и сказать, ничего, ничего, так-то мне Ахматова напоминают. Ну вот тут я, как говорится, и дурным цветом зацвела. Вы боялись тот момент его реакции? Я... Вот вы даже сейчас рассказываете такое ощущение, что вы до сих пор вспоминаю об этом, у вас есть чувство страха. Ну конев на страх. Ну как человек пойдет к Пуфкину и покажет свои вирфы? Ну, Катя, это невозможно. Я-то его уровень понимала, его талант, как личность, я его понимаю. Он был удивительной личностью, которая скрывалась за вот таким поведением немного ироническим. На самом деле, там такие мозги были крутые. Я все время только учиться могла, смотреть и восхищаться. Не забуду, мать родную, это клятва лагерей. Не имеет отношения лично к матери моей. А у меня у Вовочки тарит татуировочки, волокет меня за ней хмур, как на веревочке. А у меня у Вовочки тарит татуировочки, волокет меня за ней хмур, как на веревочке. Мать родная, это ладно, я как в баню прихожу. Слева ленец, справа в столе, ну на этой чем сижу. А у меня у Вовочки тарит татуировочки, волокет меня за ней хмур, как на веревочке. А у меня у Вовочки тарит татуировочки, волокет меня за ней хмур, как на веревочке. Трепещите, рифмоплеты, вы остались без работы. Нету мазы, нету понта, Танич вышел из ремонта. Но говорить о грандиозной личности Михаила Танича можно вообще бесконечно. И вот мне еще хотелось бы спросить о том, о чем, в общем-то, я мало нашла информации и в интернете, и в прессе. О быте. Вот если Танич стал не с той ноги, что, например, происходило? Гром и молнии или такого не бывало? Он никогда не самодурствовал. В нем этого качества не было. Но когда мы поженились, я вот рассказала, я к нему приехала, врать-то нам нечего, утро наступило, он сказал, я побегу по рыбакам, возьму, значит, что-нибудь, может, рыбину какую-нибудь поймал, я куплю кусок, и ты, пожарив, я побежал в редакцию, буду работать, в обед приду, мы, значит, с тобой поедим. И он притащил кусок осетрины, вот такой большой, видимо, какой-то это в март месяц, 5 марта, все еще полузима, полувесна, да, значит, ему за деньги или ему быть в долг зарплата будет отдам, дали этот кусок осетрины, и он мне говорит, приготовь, пожарь. Он уходит, но я-то не признаюсь ему, что я готовить, абсолютно не умею, и варить не все. Я видела вареную рыбу, дешевая вареная рыба красного цвета. Я так не ела осетрины, я не знала, что осетрина желтая остается. Побивала к хозяйке, у нас неотапливаемая такая летняя кухня, она мне, значит, дала керосинку, сковородку, немножко масла подсолнечного дала и соль. Я посолила, муку окунула, и варю, и варю, и варю, я минут 40 варю, и из этого вот куска остались вот такие два кусочка. И я понимаю, что что-то я делаю не то, и я сижу и ревую, и входит Танич. Я говорю, ты что ревешь? Я говорю, Миша, я ее варю, варю, она все не варится. Он понял, насколько у него неопытная жена. Поэтому весь быт свой он вел сам. Он очень вкусно готовил. Все южные блюда, там из баклажан, борщи, котлеты, это все очень вкусно он готовил. Я была у него подсобным рабочим, картошку почистить, мясо прокрутить, а дальше, это что называется, творчество, это уже Танич. Поэтому какой он был дома? Дома он знал, надо всех накормить. Потому что эта женщина, хотя научилась готовить, но с ним не сравнить, как с французским поваром из карного ресторана, можно сравнить эту вот бывшую, которая чистит картошку. Поэтому все делал он сам. Конечно, я вела порядок, конечно, я ходила по магазинам, стирала и так далее, но он любил принимать людей, и поэтому он каждый день еще готовил. Вот утречком он написал стих порения, потом он посылал меня или в магазин, или из того, что было, он готовил сам еду. Это было очень вкусно. Настолько вкусно, что мы часто уже, зарабатывая авторские, получая, зарабатывая денежки, уже ходили в ресторан. Тогда ресторан был не такой дорогой, вещью, как сейчас. Но после ресторана всегда вся компания флаг к нам, что там у Танича осталось, котлетки или там у него остались, или там борщ, мы еще сейчас там поедим. Вот настолько он вкусно готовил, поэтому с бытом не было никаких проблем. Он все готовил. Я делала всю подсобную работу. Не могу ничего сказать. Помовшник такой, вот такой маленький помовшник. На тебе сошелся клином белый свет, На тебе сошелся клином белый свет, На тебе сошелся клином белый свет, Но пропал за поворотом Я сумел бы побежать за поворот Я сумел бы побежать за поворот Я сумел бы побежать, да только гордость не дает У нас в гостях Лидия Николаевна Козлова, поэтесса, член Союза писателей, жена, именно жена Михаила Исаевича Танича. Она говорит, что Михаил Исаевич не был самодуром, но мне рассказывали историю о том, как в первую брачную ночь Михаил Исаевич сказал своей юной жене Лиде, если ты не забеременеешь и не родишь мне девочку, значит ты меня не любишь и я с тобой разведусь. Давайте узнаем, так ли это. Вот это вот было второе самодурство. Первое было, что от любви женщины становятся красивыми, а второе наутро. Наверное, он проверял, так я не могу сказать, какие он мысли имел, но он сказал, если ты сегодня не забеременела, я тебя брошу. Я думаю, боже мой, я не знаю, как беременеть, вообще что будет? Он же бросит меня нафиг. Потом у него вторая, вот третья уже мелькнула идея. Если ты мне родишь парня, я тебя брошу. Мне парни не нужны, ты мне должна родить девку. И я в ужасе. Я думаю, боже мой, тогда же никакого УЗИ не было. Определить невозможно. Что будет? Что будет? Когда я родила девочку в больнице, я так рыдала, сбежала с себя в больнице деревенская. Чего вы плачете? Чего вы плачете? У вас, наверное, какое-то горе. Я говорю, нет, я от счастья рыдаю. Я четко угадала на дому. Вот это тоже было воспитание. Вот таких три-четыре вот таких ассаже и жена послушная, такая, как надо. Ну, две девочки, тем не менее, две замечательные дочери. Светлана и Инга. Двое уже внуков. Владислав и Лев. Уже правнуки. Правнуки, да. Я так понимаю, уже второй правнуки. Один есть, второй скоро родится. Второй скоро родится. Но, к сожалению, Михаил Исаевич, до правнуков, я так понимаю. Но самое удивительное, что вот к рассказу о тех мистических вещах, как только он умер, он мне снится. Первую ночь. Он несет младенца и говорит, Лида, это тебе, это Миша. Голенький младенец. Я проснулась, он только похоронил. Какой-то ужас. Что-то мне такое приснилось. Через два дня звонят мне внуки из Голландии, говорят, что... Мы беременны. Да, мы беременны. И родился мальчик, все. Миша. Да. И хотя у него много имен разных, потому что он там много вероисповеданий, много национальностей. Весь мир включен, там 8 национальностей в нем. Начиная с китайской, кончая бразильской. Но главное имя Миша, они сами назвали, я уже боялась им сказать, потому что вот сейчас кто-то из моих близких девочек, кто вырос, собирается родить, как назвать? Я не могу назвать. Это имя, это такая штука, она должна тебе подойти. Ты должен чувствовать, что это твое имя. И поэтому я молчала и там когда. Они назвали там его там 5-7 имен, сколько там положено. И первое имя Миша. И так его все зовут Миша, он уже ходит в школу, он уже взрослый парень. Еще было много же мистических историй. Ну, немного, но достаточное количество, по крайней мере, они были яркие и связанные с уходом Михаила Исаевича из жизни. Расскажите, пожалуйста, об этом. Я-то, в общем-то, про них прочитала и знаю. И про то, что вы недолюбили друг друга, когда он вам сказал. Сперва, вот я говорила, что он был человек очень жесткий, вот что называется, крутой мужик. Но он лишнего никогда не скандалил, чтобы начать там доставать, упрекать. Это для него было исключено. Он тихо и спокойно один раз скажет, и ты уже второй раз не сделаешь этой опловки. Когда он уже очень сильно болел, он уже не вставал, у него же целые 10 лет последние были тяжеленные, когда уже в нем помимо сердца, вот когда Алла приезжала, уже вырос рак. И, как сказал президент Академии медицинских наук, вы мне даже не справитесь о его состоянии. В нем рак пророс в ногах, в подошвах, в ногах, в позвоночнике, в руках, в легком, в голове. В нем дерево из рака, которое заняло весь его организм. И вот уже в этот период, когда он уже не вставал, месяца за два, полтора до смерти, вот этот жесткий человек вдруг, он уже плохо говорил, он говорит, иди сюда. Я захожу в спальню, я же прислушиваюсь, что он там говорит. Он говорит, приляг, я ловусь сверху на одеяло, он накрытый, лежу. Он молчит, я молчу. Он говорит, ты даже не знаешь, каким верным мужем я тебе был. И что можно на это сказать? Вот как проявляется невность. Не всю-всю-всю рыбонька, лапонька. А вот когда между тем миром и этим, когда болезнью забирает все, вдруг вот это сказать. Так точно, когда был фансон года, я не помню, это был восьмой год, песня «Фансон года». Позвонили, что лауреаты прийти, а Таня Чканевна не ходит ничего, да. Он говорит, я пойду. Я говорю, Миф, ну вот попробуй, подними меня. Он такой грустный человек, я его поднимаю, ставлю. Теперь отпусти меня. Теперь считай, сколько я смогу сделать шагов в Кремле на служебном входе, там, где от входа спускаются вниз после раздевалок, 17 или 18 ступенек я должен их сделать, сделаю я или нет. И вот он их делает. Я скажу два слова. Хотя он до этого уже не ходил, предположим, месяц. И говорит, я поеду. Ну, конечно, я звоню врачам. Они говорят, вы что, Лидий Николаевна, с ума скидываешь? Он там вот еще месяц поживет, и так он после этого фансона года отдаст, концы его не будет. Но это не Таня, ничего говорить. Он сказал, я поеду. И вот мы приезжаем туда, и он делает эти вот 18 шагов, 18 ступеней вниз. И потом его, значит, на сцену приглашают выйти, и никто не понимает, что Танич умирающий. Один только был Юзик Оливковский в это время из Америки, которого мы много-много-много лет знали и дружили. И он меня отвел в сторону. Говорит, Лида, ты разве не видишь, что Танич умирающий? Я говорю, Юзик, я все вижу. Он сказал, что он поедет. Вот. Он вышел, и выходя, он сказал, я развернуться, когда возьму этот гриф, не смогу. У меня нет на это силы, я могу только в одну сторону идти. Ты обеги, и в другие кулисы меня примешь. Он вышел, и вышел Паша Чухрай, вручил ему этот гриф. Гриф-то тяжеленный же. Он его взял в руки и чуть не уронил. И он его отдает Стасику Волкову. У нас один из лучших певцов, который работал почти столько, сколько сразу после Сережи Кургакова он приехал. То есть 20 лет он отработал у нас. Тогда было 15, наверное. Он отдает ему и говорит какие-то слова, хотя голоса нет, чувак, какие-то слова говорит в микрофон. И идет, и спина у него прямая. И из зала люди не понимают, что это мертвец вышел на сцену. Добрый вечер. Для меня огромная честь вручить премию человеку-легенде, классику российской песни, солдату, замечательному человеку, прожившему яркую, очень сложную жизнь, основателю группы «Лесоповал» Михаилу Таничу. Поздравляем. Замечательная премия. Посмотрите, какая красивая. И я очень рад, что вы ее получаете. Получает группа, которую вы основали. Вы скажете несколько слов. У меня уже такой приз есть. По-моему, не один. Поэтому я решил подарить сегодня этот приз нашему соло-гитаристу и солисту, известному вам Лесоповальцу Станиславу Волкову. И он идет до этой вот занавески, шторки, и падает, теряет сознание. И мы его, значит, берем под руки. Все, четыре человека вывели машину. Шансон дал машину, и мы повезли домой. И он говорит, Лида, вызывай священника. Я должен причаститься. Кажется, я отдаю концы. И приехал священник. А мы уже, я знаю, как он сильно болен. Уже вся семья съехала. Из Голландии приехали дети. Это Светлана, дочка, которая тут живет. Все здесь. Они говорят, всем надо выйти. При причастии, а тем более при... Да, нельзя присутствовать. И мы ушли, и они довольно долго говорили. Больше часа. Я, конечно, там дрожу в спальне, потому что понимаю, что он сейчас может концы отдать, пока он со священником разговаривает. Наконец священник заходит в спальню. А это у нас в гостиной такой четырехметровый кофонный красный диван. Он на этом диване лежал. Он говорит, можете войти? Я в хаву. И этот обессиленный, еще и от этого вот состояния, он говорит, отец Тимофей, а вы можете нас женой повенчать? Я, конечно, вот так вот, как ты сделала взгляд, я не знаю, и священник оторопел, но вот это все-таки очень важно. Священный сан, он настолько внутренне, духовно настроен, что он всегда на любой вопрос находит довольно правильный ответ. Он помолчал, священник, и говорит, Михаил Исаевич, а сколько вы женаты? Он говорит, да уже почти 52 года. Михаил Исаевич, не волнуйтесь, вы там повенчаны, не волнуйтесь. Очень важно, вот как я поняла по причастию, быть при переходе на тот свет спокойным, рассчитаться за все долги, покаяться во всем, где ошибся и где сделал плохо. И вот он эту фразу сказал, не волнуйтесь. И после этого священник еще не ушел, скорая помощь, его несут на скорую помощь, в больницу, и он умер. И снова мы с вами куда-то уезжаем. И снова мы с вами любимых провожаем. И нам не хватило для счастья целой встречи. Измечил бы наши отложенные речи Две минуты До отъезда, До отлета, А я снова Не сказала Вам чего-то Я чего-то Не сказала Вы чего-то А было нужно Всего-то Половорота 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 На двоих Он был нежности необыкновенной, но не демонстрированной. Он ее никогда не демонстрировал. Его мужской характер, его страшно трудная жизнь, когда в 38-м безвинно расстреляли отца, посадили мать. Когда мать выпустили, первый Берия сделал амнистию жен врагов народа, освободили, потому что они вообще и те-то были не на отогонах, тем более их выпустили. Она попадает в оккупацию к немцам, она еврейка, ее ведут на расстрел, ее к Коху вызывали. Рассказывают про Коху, я никогда не рассказывала. Кто-то донес, что вот эта вот женщина, она еврейка, хотя она была непохожая, она очень красивая такая, женщина была непохожая. И ее вызывают к Коху. И она входит, два черных дога лежат, и за столом сидит Коху. И он говорит, он говорил по-русски, плохо, но говорил. Он говорит, Мария, ты еврейка? Она говорит, нет, я армянка, а ты вот понимаешь немецкий язык, а все евреи понимают немецкий язык. Она говорит, ну я и французский понимала. Она стала, а он французский знал, и он начал с ней по-французски, вот она по-французски отвечает. И ее отпустили, но недолго. Вечером уже из СС пришел офицер, она лежала, конечно, в полубессознательном состоянии. Он сказал, Мария, ты врешь, ты даже стучишь, как еврейка, у тебя такой дробный стук. Он ушел, она соображает, что сейчас ее просто расстреляют в том же еру, в каком всех расстреливают. Она кое-как собралась без вещей, там человек кусок хлеба взяла, и огородами побежала куда-то. И вдруг именно туда ведут на расстрел. Вырота эта канава, и всех стреляют. Она говорит, я упала в картошку эту вот, и лежу. И я видела, как их всех расстреляли. А потом ходили, извините, пожалуйста, украинцы прекрасные люди, но ходили украинские полицаи, которые достреливали. Вот она это перешла, и пивком шла долго, несколько дней, пока она вышла к Ростову, и уже Ростов был освобожден, и она там осталась. Поэтому тяжеленная жизнь у всех. Ну, вот это достойно перенести, достойно. Это надо было иметь очень сильный характер. Поэтому Танич был такой силы, характера, когда его ничего не могло сломить. Его два раза убивали в лагере. Он не согнулся. Его хоронили в братской могиле. Его хоронили в братской могиле. Но это там на фронте. Там взорвалось огромный атомный взрыв. 19 человек убило, он 20-й, 20-й оказался контужным. Может, даже еще кто-то был полуживой. Ну, только Танича заметили, что дернула с щека. А потом его убивали блатные. Потом они его так зауважали за характер. Так зауважали. Он играл в волейбол. Они ему деньги приносили. Вот как кончилось. Он умирал, умирал, умирал. У него уже был туберкулез. Он уже все. И не сломился. И даже на этих людей, на криминальных, вот эта сила характера действует. Он говорит, и потом, когда я немножко поправился, перед тем, как вы его выпускать должны были, я уже ходил. Они говорят, ну, давай поиграй с нами в карты или в волейбол. И он играл, и всегда выигрывал. И они ему приносили деньги. У них по их закону криминальному нельзя не отдать деньги. Поэтому тут такой силы воли был человек. Говорить даже не о чем. Говорить не раз и ни разу Это сказки из детских времен. Не бывает любви по заказу Я в тебе оказался влюблен. Что-то я из чужого альбома Под гитарку тебе напевал. Из приличного дома, девчонка, Я в приличных домах не бывал. А в подселении любовь Имеют мою фоточку А как попасть в приличный дом? А как попасть в приличный дом? А только через фоточку Вот сегодня весь разговор с вами, глядя на ваши горящие глаза, я могу только для себя прийти к внутреннему убеждению, что 40 лет творчества Михаила Танича до Лесоповала, все ваше творчество до Лесоповала, во время Лесоповала и после него, все равно вторично, все равно для вас главное детище это группа. Вот такое ощущение, что это для вас основное. Я с 5 лет с этим контингентом общаюсь. Я же говорю, вы поймите, когда девочка в 5 лет приходит в лагерь, как кошка заходит в лагерь и ходит, она еще не понимает, что ее могут изнасиловать, расчленить, соврать. Что хочешь сделать? Беспредел всюду есть. Но когда эти люди осознают, что я на них гляну без страха, и они собираются и решают, что я у них должна вырасти чистой, то, чем они не стали, кем они не стали. И они меня оберегают до самых моих 13 лет, пока я уехала в техникум. В 14 лет меня какой-то мальчик любил, я взял за локоть, я сказала, не смей до меня дотрагиваться, меня так воспитали, что никто девочку не должен трогать. Они сделали, эти вот падшие люди, они же меня и сделали чистой. А какой-нибудь папанья пьющий с маманей бухающий, доводит девочку до, как в песне «Секонд-хенд». В каждой душе есть и черное, и белое. Умей включить мозги, сердце, душу. Как в Библии написано, открывайте сердца, а не ум, харафо, сердце лучше. Когда сердце точно поймет, как надо себя по жизни вести. Когда Серега Кровукова спросили, а вы что-нибудь делали, вы что-нибудь приступали в жизни? А он сказал, ну, я-то себя, конечно, очень плохим считаю, потому что с работы убегал, бывало раньше на полчаса. Что-то там за колбасой стоял, что-то еще делал. Ведь мы же все приступаем к закону жизни. Ну, так она в жизни складывается, так устраивается, или, вернее, не устраивается так что-то в жизни. И мы чего-то приступаем. Но мы от этого очень страдаем. Наша душа очень страдает от обмана, который царит в мире. Конечно, я не Христос, и всех не накормлю питью хлебами, как Танич написал. Но когда ты для себя это открыл, тебе вдруг жизнь делается хорошо, счастливо. У тебя есть на кого положиться. Для тебя есть авторитет правильного поведения. И хотя ты до него далеко не дотягиваешься. Мог бы даже как преступник. Но если ты это понимаешь, и душа твоя это исповедует, ты уже становишься лучше. Когда ты выходила за ворота, Красивая, с вещичками в узле, Я ждал тебя, я был у поворота На краденом, на сером жигуле. Воровочка, воровка, воровка, воровайка, Колонии цветочек, цветочек полевой. Зачем нам этот шмон и эта пайка? Давай начнем все заново с тобой. Ты к этой не готова перемене, А я был к нашей встрече не готов. Люблю такого слова, нет, по фене, Но я его займу, но я его займу, Но я его займу у фраеров. Воровочка, воровка, воровка, воровайка, Полоньи цветочек, цветочек полевой. Аплодисменты. Зачем нам этот шмон и эта пайка? Давай начнем все заново с тобой. По прошлому выходит похоронка, Кончается последняя из краж. Давай вернем на место жигуленка Ведь он же все же детка Ведь он же все же детка Ведь он же все же девочка не наш Воровочка, воровка, воровка, воровайка Колонии цветочек, цветочек полевой Зачем нам этот шмон и эта пайка Давай начнем все заново с тобой День от лета, день прилета За день посчитаем Нам приписан нашим векам Скоростной режим Мы как птицы, мы как птицы Мы летаем Потому что каждым часом дорожим Аэропорт Сдаю утро по самолетам Аэропорт По мне звучит высота Аэропорт Веди меня встречает кто-то На том конце воздушного мото На Шансон ТВ программа «Звездный пассианс» Меня зовут Катерина Голицына Сегодня у нас в гостях Лидия Николаевна Козлова Поэтесса и художественный руководитель Легендарной группы «Лесоповал» Группы Михаила Танчи Лидия Николаевна, давайте поговорим о том наследии Который оставил ваш супруг Группа «Лесоповал» создавалась в 90-е годы Создавалась сначала при солисте Сергея Коржукова До Коржукова, я так понимаю, пробовались еще какие-то солисты Потом трагический уход Сергея Коржукова Потом успешный взлет «Лесоповала» Потом уход как бы вдохновителя И вообще создателя группы Михаила Танича Казалось бы, что делать дальше? И тут во главе группы становитесь вы И опять происходит смена солиста И непонятно, что и почему вы А почему не кто-то из профессионалов? Сколько вообще «Лесоповал» Значит, вот скажу так Танич написал «Лесоповал» потому Что до 90-го года я лет 10 Уговаривала его создать такую группу Он мне говорил, ну ты что выдумала? Это никогда не пустит, это никогда не пройдет А я сама-то вырастала рядом с лагерем И я там была, и я видела этих людей И надо сказать, что если я выросла честной и чистой То тут повлияли эти люди Они меня очень оберегали Они даже не смотрели в мою сторону, когда я проходила Даже не смотрели в лагере Даже не смотрели Не то, что подойти Потому что, ну я не знаю, как это сказать Наверное, главный авторитет Собрал их всех и видел, что девочка маленькая Пяти-вести лет ходит здесь Что с ней могут сделать? Все хочет, могут изнасиловать, убить И вообще все что угодно И только она по своему детскому разуму Может такое вытворить Он сказал, кто подойдет к Лиде ближе, чем на 2 метра Жить не будет Все заключенные, а их там было тысячи полторы Они это настолько четко восприняли Никто не только не подходил Никогда не дотронулся от меня Да вы не посмотрели в мою сторону Только когда уже этот авторитет умер А там были умирающие Это было место, куда свозили Уже на последнем издыхании заключенных Я иду, я еще не знаю, что умер мой покровитель И они выползают, как пираты из кустов Сели вокруг меня на расстоянии 2 метров Как он завещал Сели на цирло называется, это на корточки На приседки Да, на приседки И долго меня разглядывали У них появилась возможность меня разглядеть А я стояла, руки в карман Думаю, убивать будут, пусть убивают Я не сдамся Но надо сказать, что я всегда была такая девочка Вот сейчас вспомнила историю Первый класс я кончаю, первый класс, 7 лет Я бегу в школу У меня такой трофейный красненький портфельчик Из фолка Но это фолк, видимо, был такой вот синтетический И идет мальчишка, хулиган На встрече говорит Я говорю, я опаздываю сейчас в уроке начинать Он говорит, да ты что, башни пошли на экскурсию в лес Я говорю, да, да Ты их догонишь, если побежишь за ними И я припускаюсь в лес Направление леса я знала, 5 километров Я пробивала эти 5 километров Приколу в лес Никакого класса нет Я хожу гуляю, гуляю Час, два, три Уже солнце стоит высоко И выхожу к озеру А у озера с той стороны стоит собака Большая, серая Похожая на овчарку Я внимательно смотрю Ну, что-то в ней не от овчарки Вот я биваю, что-то не от овчарки И вдруг вспоминаю Мне кто-то говорил, что у волка, в отличие от овчарки, хвост назад А у волка он висит вниз и завымается между ног Я биваю, что этот хвост опущен И что смотрит это существо Темно-серого цвета Без запален, как у овчарок И желтые глаза, наверное Да, оно далеко Это по другую сторону озера Я сперва-то думала, что это овчарка Я начинаю к нему идти Я говорю, собаченька, собаченька Ты меня не бойся, я сейчас к тебе приду Но это дикое существо Начинает отступать Я в шаг к нему Он в шаг от меня Я в шаг к нему, он в шаг от меня Я понимаю, что это волк Тогда я к нему начинаю обращаться Волченька, ты меня не бойся Я тебе плохо не сделаю Ты меня не бойся И это такая долгая была у нас гипнотическая работа Моя с волком Минут сорок он отступал Потом повернулся, убивал Но я поняла, что какая во мне есть воля Что я могу творить С волк дав и меня не растерзал Вот такая я была девочка Так вот, 10 лет я Танечу уговаривала написать Он отказывался категорически А почему? Не хотел вспоминать лагерное вот это тяжелое прошлое? Или считал просто из коммерческих соображений? Во-первых, не хотел вспоминать Во-вторых, он был уверен, что это никогда не пропустит И никогда не выйдет Это совпадение, говорят, что это время Глаз Побода, 90-й год И все начали петь эти песни Он-то писал это пораньше немножко В 90-м мы уже написали первый альбом Я же участвовала в каждой песне Я же выбирала Сережу Курлукова Я ее привела к Танечу Его Сережа привела к Танечу И Танеч взял его И я работала с Сережей над каждой песней И Танеч уже больной Я с Сережей работала над каждой песней Он же пел по-другому совсем Я ему говорила, Сереженька, отбрось Вот все, как ты поешь, отбрось Сердце тебе подскажет, как надо спеть Здесь никакой бравада не должно быть Здесь не должно быть никакого утесла Никакого хулигана уличного Я этих людей видела, наблюдала Я их угадываю И Сережа научился очень быстро И он был очень талантливый человек Мы тогда Апины сделали программу Лимита, да? Лимита Мы сделали Любе Успенской несколько песен И вообще у него все мелодии были изумительные Совершенные Когда песня была готова, мы показывали ее Танечу А Танеч принимал Он ни разу не поправил Когда я ему назвала Сережу Там много было людей, которые предлагались И в композитор, и в исполнители Когда я Танечу показала Сережу Куржукова И он дал ему написать первую песню Письмо матери И не предавал, не убивал И он послушал музыку на другой день Он сказал Все, композитор, я на фолт, то надо Я от скуки воскресал, воскресал Сервияночку плясал, ох, плясал А рядом батюшка Евлантий А рядом батюшка Евлантий А рядом, ох, батюшка Евлантий От грехов меня спасал Не предавай Не предавай Не убивай Не убивай Не пожалей Отдам последнюю рубашу Не укради Вот тут я дал Вот тут я дал В натуре маху Я вот думаю, что группа Лесопова Которая является родоначальником В этом смысле жанра Потому что до этого были, безусловно Огромное количество людей Которые пели песни в этом жанре И замечательные песни И Аркаша Северный И, естественно, Владимир Семенович Высоцкий И все Огромное количество талантливых людей Которые работали в этом жанре Но этот жанр был, во-первых, а, подпольным Это не были публичные исполнители Ну, за редким исключением Допустим, Владимир Семенович был назло популярен Гениальный абсолютно человек А вот жанра такого, за который пошло бы Последовало огромное количество людей Его не существовало И поэтому, я думаю, что надо Михаил Савич Сегодня говорить не только о поэте Который в России, как известно, больше, чем поэт А о человеке-провинции Который смог сделать абсолютно такую штуку Он создал жанр Или он его форматизировал, этот жанр Он привел к пониманию, каким он должен быть И группа Лесоповал Это, наверное, один из столпов и ориентиров жанра Я была с первого дня С первого дня Когда не стало Сережи, я участвовала в отборе других претендентов У нас уже была такая студия маленькая Даже кафешка какая-то, в которой нам позволяли Ну, что-то там порепетировать И там прослушивание устроили Она была на втором этаже И вот мы нигде не объявляли Ни на радио, нигде Но как-то по людям разошлась эта информация Что там прослушивает исполнителя Лесоповал Это уже после гибели Сережи После гибели Сережи Когда на какое-то время все остановилось И потом народ стал Да Ну, во-первых, сразу на могиле подошел какой-то тип Ну, наверное, криминальный к Таничу И сказал Танич, если ты бросишь Лесоповал, я тебя убью Вот этой своей рукой Танич храбрый мужик Он так засмеялся Ну, если убьешь, то, конечно, не бро После этого, значит, мы решили сделать это прослушивание И пришло очень много народу Вот весь второй этаж И первый И по улице Прямо выходил на Садовое кольцо Солисты Лесоповала Да, прослушиваться на Лесоповал Пришли совершенно разные люди Для нас абсолютно незнакомые Абсолютно И они пели Кто хуже, кто лучше Из хорошо поющих Лучше всех пел какой-то, видимо, зэк Потому что он был весь татуированный У него и руки были Он пел изумительно Ну, не уступал Сережа Куржукова Но Танич подошел и сказал Зачем мне зэк в коллективе? Я знаю, что это за люди Пусть он поет там, где он хочет эти песни А я должен выбрать нормальных людей Мы выбрали троих Мы выбрали Дикого Мы выбрали Казанцева И выбрали Сережу Куприка При этом Дикий и Казанцев проработали недолго А Куприк завис на очень долгие годы Значит, вот в этот самый период У Танича было так плохо с сердцем Что он не мог от кровати дойти до кухонного стола А это 5 метров пройти Пока ему делала операцию Акчурин Ренат Когда он сделал Акчуриному операцию Приехали к Михаилу Исаевичу Сережу Куприк Уже он работал у нас И Сафа Федорков Он после... При Сереже Коржукове Он был аранжировщиком А после его смерти Федорков стал музыкальный Танич сказал, да Еще не был музыкальный Стал Сказал, я попробую Сафка Сафка, скорее всего, напевт Он уже 4 года певт Аранжировки Он уже в эту музыку вошел Попробуем Сафку И Сафка начал писать песни И он хорошо угадал Это несколько отличалось От Сережи Коржукова Я очень требовала от Сафы Федоркова Чтобы он научился писать так, как надо Музыку в характере этого героя Вот Приехали, значит, в больницу Мы лежим еще в больнице И пришли Сережа Куприк И Сафа Федоркова Сказали, что эти вот двое Они хорошие ребята И хорошо пели Но они, что называется, разболтанные В коллективе Ты сама, артистка, знаешь Надо, чтобы все было очень точно Очень ответственно И мнения всех Сходились в единое мнение Вот принимают эту песню Вот в таком виде И вот она должна быть вот такая Приехали эти ребята И сказали, что эти Дикий и Казанцев Ведутся они очень Можно, Михаил Исаевич Мы ему передадим От Вафового имени Что они уволены Они проработали всего год Танич только операция лежит Он пролежал полгода У него там еще вторая была операция Полгода я в основном Вот курировала между коллективом И Таничем Танич сказал, ну хорошо Передайте от меня Они и так себя вели неправильно Он людей очень быстро определял Они неправильно себя вели У меня такое слово было Неправильно себя вели Пусть они уходят Остался один Куприк Но Куприк, конечно Пусть Сережа не обижается Против Сережи Куржукова Не мог потянуть Он молодой парень Ему 20 лет Он любит то, что делает Но это еще не совсем то, что надо Танич, что я Сережке дам С тобой будет петь Стасик Волков И так сказать Он будет разбавлять это Да, разбавлять будет И он, Сережа, начал работать Очень долго Сереже было трудно Стать тем, кем он стал потом Я буквально с ним репетировала Я говорю, Сережа Нельзя петь Стоять сзади коллектива Ты должен выйти к рамке Ты поешь то, что на душе То, что ты понял Пережил То, что ты Это и покаяние И раскаяние И твои мысли Твои выводы Очень важно услышать Эти выводы От человека, который прошел Чтобы он так достоверно рассказал Про эту жизнь Криминальную Чтобы было к нему доверие У зрителя И чтобы он смог объяснить Ведь о чем песня Лесоповала А не о том, как плохо воровать И деньги краденые тратить И как бы жизнь Не прозевать И как ее перелопатить Вот главный смысл Лесоповала Это надо все прожить Сережа года полтора входил в это Но когда мы уже сделали концерт в России Уже ребята всех Еще дикий был Еще был Казанцев и Сережа Они уже все хорошо выступили Когда назрел в коллективе Вот такой конфликт Между Сережей Федорковым И Куприком и Казанцевым Танич больной Умирающий человек уже полгода Умирающий, лежащий в больнице Сказал, хорошо, ребята Саша, ты будешь за руководителя Пока я вот болею Музыкального Пусть скажи им, что Танич сказал Чтобы они ушли Они ушли Они, конечно, очень не хотели Но Танич никогда Не забывал И не прощал Какие-то ошибки Другого человека Он сделал человек ошибку Танич ему говорит Вот тут ты сделал неправильно Вот надо вот так-то Так-то и так-то Запомни Второго раза Он уже не повторял Сережа начал работать Он Заматерел Что называется В этом образе Очень хорошо работал Очень Я когда до сих пор Смотрю его песню Как он поет Анаша Или как он поет Еще какие-то такие Вот песни Которые он точно спел Передал так, как надо Я неправильно живу В суете А душа моя висит На кресте А душа моя Она заподня Но она же Поглавнее меня Понимаю Что неверно живу Существую на лесу На плаву А кто скажет Как мне жить не в дыму Не поверь Никому Никому Отношай Душа Отношай Для себя На лет Душа А чуток Подымит И живой Сам себе И адвокат И горбон Он проработал все эти годы Когда не стало Танича Я совершенно была не готова К тому, что Сережа уйдет Но Сережа в это время Вы взяли Сережу Вы его всему научили Ушел Михаил Исаевич Сережа, получается, убрал Дикого Убрал Казанцева Да, как бы Волков был не очень вовлечен В программу Уходит Танич И, значит, Купер, получается, бросает коллектив Нет, 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 нет Это все так И, в то же время, не так Все значительно мягче Сережа У него что-то случилось с горлом Он как-то начал заглатывать воздух Я очень долго Уже Федорков и Танич Обсуждали, что делать У нас все же поют вживую И играют вживую Что делать с Сережей Он не может петь Так нельзя выходить на сцену И как заика Заикаться И заглатывать воздух Федорков сказал Саша Михаил Исаевич Мне очень жаль Я очень люблю Сережу Но нам, наверное, придется Искать ему замену Я сказала Ребята Это будет неправильно Это будет неправильно Сережа не виноват в том Что у него случилось с голосом Надо пойти к его маме Поговорить с ней Чтобы она ему сделала операцию Чтобы он выправился И все стало хорошо Я не знаю Он делал, Сережа, операцию Но до или после Я в такие тонкости не лезу Я никогда не лезу Пока меня не спросят Когда Сережа плохо так начал петь Не то, что плохо Но вот такая вот случилась неприятность Это даже можно по интернету увидеть Наверное, он обращался к врачу Наверное, ему делали операцию Слава Богу У него сейчас хороший голос Все в порядке Танич видит, что Сережа Не может концерт тянуть У нас все вживую А Сережа должен выходить Под плюсовку петь Потому что у него Психическое заболевание Физиологическое, горловое Не знаю, что Но у него заболевание Которое надо лечить Танич ввел тогда Помимо Стаса Еще и Славу Величковского Потому что Сережа уже не смог Спеть песню «Чечеточка» Не смог спеть песню «Зима» И еще чего-то у него было слабо Танич сказал Сережа, ты не волнуйся Ты вот лечись Делай там операцию Иди к врачу Все, узнавай с мамой А пока ребята втроем будут петь С тобой Слава, Стасик и ты Все будет хорошо И когда начали петь втроем ребята Зритель очень ушлый Зритель очень ушлый Они стали замечать, что Сережа что-то не так поет Стали, видимо, где-то видеть, что это плюсовка А те там в живую поют Они стали нести цветы тем ребятам В основном Славке, как ни странно Волкову Нет, не Волкову Стасику, а в основном Величковскому Величковскому Стали нести цветы Конечно, Сережа, обидно Конечно, так судьба с ним обокласть У него кто-то с голосом непонятное приключилось И тут еще двое других ввели То он был один почти 14 лет А тут еще двое И они проходят И проходят еще лучше, чем он Потому что он болен Но я говорила Ребята, только не увольняйте Сережку Он подлечится, у него все будет в порядке Он уже готовый Это песня Лесоповала С наскока не споет И Сережу пришлось потратить 2-3 года Пока он стал петь так, как надо А потом, когда он не стал петь Вошли ребята Но они-то были музыкантами в этом же коллективе Они-то уже к этой песне приобщились Они уже так, как надо ее пели И вот я думаю, что эти вот, как говорится, цветы погубили Наверное, у Сережи так сердце было больно Что он 12, ну не 14, там около 14 лет Был первый И вдруг он из первых рядов переходит во второй, третий ряд Это ужасно Я абсолютно была за то, чтобы Сережа всегда был Я сказала, это может случиться с любым Это, как называется, травма на производстве Подлечится, будет здоров, все Танич умирает Через месяца-два Сережа звонит Лидия Николаевна, я приеду Приезжай, Сережа Он приезжает с огромным букетом роз Садимся с ним, ужинаем Пьем чай Едим что-то там, не знаю чего Он говорит Лидия Николаевна Я Решил уйти Можешь представить, какой для меня это шокинг Танич только ушел там Три месяца, четыре месяца назад Смотри, Сережа Я говорю, Сережа, а в чем дело? Лидия Николаевна, ради бога, только не подумайте Что какая-то причина в коллективе, тем более в вас Ни в денежном плане они обижены Я ни в чем не обижена Я просто хочу начать новый проект Я понимаю, что никто ему таких песен, как писал Танич, не напит Никогда Да, я это понимаю Но не хочу его обидеть Я говорю, Сережа, ты хорошо подумал, ты подумай И тебе нужен будет репертуар Тебе надо будет отбор делать К тебе будут уже требования высокие Такие, как к лесоповальскому герою Лидия Николаевна, я решил Я никогда никого не уговариваю Я сказала, Сережа, хозяин, барин Хочешь уходить, уходи Мне жалко, что ты уходишь Ну, Лидия Николаевна, может быть Я отдохну Может быть у нас какие-нибудь корпоративы будут в Москве Я тогда буду выступать Ну, Сережа, ну я не могу тебя взять корпоративы Ребята будут мотаться по саду А на корпоративы я тебя буду дать Я понимаю, Лидия Николаевна Мы с ним расстались с друзьями По-моему, обнялись и поцеловались Я сказала, счастливый тебе, Сережа Мне очень жаль, что ты ушел Ну Единственное у меня замечание к Сереже Что он вот пришел ко мне и ушел в тот момент Когда было заделано два месяца гастролей по Союзу Два месяца Возможно, он подумал, что сейчас без меня тут все ребята сразу оплатают Как говорится, обделаются И лесоповал без меня не будет жить Но ребята за одну ночь все выучили И они поехали и сразу имели успех Со временем, а уже прошло почти 8 лет, как не от Сережы Они поют сейчас лучше Ну просто абсолютно то, что надо Я же занималась с первым человеком до последнего На любой репетиции, любое слово Как сказать, куда пойти, как поглядеть Что передать, какое чувство послать Вот Поэтому ребята-то это видели Я вроде так не в лаву, не в лаву Но присутствую Куратор-то тут находится Поэтому когда он, Танич, умер Они при Сереже еще На следующий день еще Сережа был в коллективе Они пришли все вместе Сережа и все ребята Сели у меня Они выложили вот такую пачку денег Веревкой Это на похороны Единственное, ребята не знали, что похороны Это такая дорогая штука Что никакой такой пачкой не обойдешься Но я им очень благодарна И они все вынесли свое решение Лидия Николаевна Мы хотим, чтобы после Танича Были вы у нас руководителем Они где-то это все тоже наблюдали и понимали Так что это еще было при Сереже Когда Сережа ушел Ребята очень быстро Конечно, была проблема Любимый певец А он любимый был, Сережа Он же стал любимым у народа На каждом концерте спрашивали А где Куприк? Где Куприк? Что отвечать? Мы не знаем, что отвечать Мы Нету Отвечать? Нету Мы ничего не можем ответить Мы говорим Спросите Сережу Вот если ты с ним брала интервью у него Или если будешь брать Спроси его В чем причина? Я не могу опускаться до того Чтобы выведывать Потому что лесоповал Не тюрьма Мы насильно в группе людей не держим Попасть в группу трудно А уйти воля каждого Когда ушел Михаил Саидович Тайнич Ты все-таки принял решение уйти из группы Все-таки ты так дипломатично нам и не сказал Кроме ситуации с алкоголем в группе Ревностью других солистов Были еще какие-то поводы или причины? И как восприняла Лидия Николаевна Козлова тогда твой уход? Она была к нему тоже готова? Знаешь, последние года два, наверное, работы в коллективе Когда Тайнич уже так болел Наверное, просто было вот это настроение Что как-то вот оно все угасает, оно утихает Все-таки, я еще раз повторюсь Что это самый главный фактор моего ухода То есть не вот эти алкаши Как бы мне сегодня одни, завтра другие Но вот это все не то Тайнич просто он ушел И так как он создавал лесоповал эти песни О его жизни, какие-то вымышленные истории Какие-то действительно были На самом деле Ну, как бы он ушел Тайнич Или заповал с собой забрал Он ему там нужнее А вот эти песни, они остались Которые сейчас поются Которые поет группа И так же я пою Потому что от меня просто хотят услышать эти песни Люди привыкли за 15 лет, что я их пою Стукнул по карману Извини Стукнул по-другому не слыхать В тихий свой таинственный зенит Полетели мысли отдыхать В тихий свой таинственный зенит Полетели мысли отдыхать Память отбивается от рук Молодость уходит из-под ног Солнышко очерчивает круг Жизненный отсчитывает срок Но очнусь и выйду за порог И пойду на ветер над вод От печали промыденных дорог Шелестеть остатками волос От печали промыденных дорог Шелестеть остатками волос Что сказал Сергей Куприк По поводу его взгляда на причины Его ухода из лесоповала Вы сможете увидеть Посмотрев уже программу Звездный пассианс Которую мы отсняли с ним Это несколько другая версия Отличная Он уже стал мастер Но конечно у него никогда не будет таких песен Что мне жалко Он достоин лучей песни Тем не менее Вы смотрите программу Звездный пассианс На телеканале Шансон ТВ И сегодня Героиня нашей программы Лидия Николаевна Козлова Руководитель группы Лесоповал Идут годы Меняются солисты Вот даже пришлось Лидии Николаевне Сменить бессменного руководителя Группы Поэта Михаила Исаевича Я думаю Меня подготовил Да Но всегда будет Неизменным автором текста Это Михаил Исаевич Тайнич Всегда будет Руководителем Лидии Николаевны Козлова И я думаю Что группа Лесоповал С заменой солистов Один ушел трагически Второй ушел По своей воле Кто-то ушел По каким-то По каким-то По каким-то Для нас Причинам Но группа существует Группа идет вперед Группа Сейчас у нас был концерт Мы презентовали новый альбом Восемнадцатый Сейчас уже девятнадцатый готов Восемнадцатый И сейчас уже девятнадцатый готов Но мы еще его не записали Часть записана Часть нет Это вы нельзя передать Это чувство восторга Которое охватывает зрителя От этих честных песен Когда ты поешь Честные песни И тебе доверяют Состояние зрителя Приходит в восторг Они в восторге Они полчаса хлопают Потом они еще полчаса Не расходятся И это вовсе не криминал Сидят там женщины Сидят там подростки Сидят там старики Сидят люди из жизни Они понимают Что это песни Про их жизнь И слава богу Теперь их не нафи солисты Очень хорошо Еще я взяла Гонтаря Олега Он очень хороший мелодист Он сочиняет песни Блисаповал И поет их У него несколько песен Уже написано И в новом альбоме будут Он аранжировщик прекрасный Он сам записывает Он очень мне оказался Хороший помощник А на сколько альбомов Еще есть материала У группы Лисаповал Это трудно сказать Я все время Себя пытаюсь сдержать Потому что Хотя в словах Танеча Можно долго копаться Но я понимаю Что группа Не может застыть Только в одном рассказе Например, песня Песня Чиферок Песня, я не знаю Еще Баня Я не могу Брать те стихи Которые повторяют тему Я должна найти Кто-то другое Другое осмысление Возрастное Временное Потому что Время тоже Вносит свои поправки Это такая Творческая работа Слава Богу Что Танеча Он оставил У меня вот до сих Вот такая вот лежит Толстенная папка Это стихи для Лисаповала Он оставил Он подписал Так он написал Стихи Лидий Так он все написал Вот эту книгу В такое-то издательство Вот это для Лисаповала Вот это для того-то Вот это для той-то Но мне приходится Все время Искать Ну что ли Новую грань А вы сами не думаете Что вы Никогда в жизни Никогда в жизни Мне тысячи людей Звонят И пишут Присылают письма Со стихами Я им отвечаю Если хорошие стихи Вы вполне имеете право На реализацию Своего творчества Но Лисаповала Это дело Танеча Он это перестрадал Он это выдумал Он это создал Он создал этих артистов Они стали такими Потому что мы с ними Жили, как говорится Изучали этого типа Рассказывали Как он себя ведет Какие у него мысли Где он кается Где он не раскаялся еще Это же надо все объяснить Самые отвратительные люди Это беспредельщики Это в основном Хулиганье Которые не задумываются Кого убить И как убить Вор Не имеет права убивать Не имеет права И если это случается Это случается тогда Когда у него Безвыходное положение Или его убьют Или он должен убить Я не хочу сказать Что там лучшие люди Но там люди Такие же люди Как мы У которых что-то не сложилось Какая-то мелкая несправедливость В детстве Или в юности Обернулась Неправильным шагом В эту сторону И он натворил Черт знает что И он умный человек А среди них много умных Дураки бы сразу сидели Первые введениями Он задумывается Он рассказывает Как он ошибся И если есть какая-то Воспитательная Убедительная работа Для зрителя Для молодежи Которые могут туда пойти То это вот этот человек Рассказывает Который прав Ол Даже может быть Достиг какого-то уровня В криминале И понимает Как он ошибся Мы сидим с Таничем В ресторане К нам подходит официант И говорит Михаил Исаевич Вот тут Вячеслав Кириллович Хочет вам сказать Два слова Признательности Как раз Славу Япончика только Выпустили из американской тюрьмы Подходит Слава Вячеслав Кириллович Да, подходит Слава Маленький В хорошем костюме Коричневом, тонком Брионий Не брионий Но хоров Бледное лицо Абсолютно земляного Белого цвета Потому что все равно Тюрьма Есть тюрьма По лицам сразу видно Он подходит Так сидит Танич Так сижу я Слава подходит Вот здесь И начинает говорить Михаил Исаевич Я вот пришел вам Сказать огромное спасибо Пока я сидел В американской тюрьме Я слушал вафы песни Мне привезли Все вафы песни Я подошел вам сказать Что вы мне Душу перевернули Я думаю Какой же я был дурак И сколько бы я Глупостей не наделал Если бы я раньше С вами познакомился Сколько бы я Глупостей В своей жизни избежал Говорит он Позвольте Пожать вам руку И поклониться И он протягивает Таничью руку Танич уже очень болен У него уже Онкология В последней степени Уже вторая операция была И Танич ему вот так Протягивает руку Ну надо сказать Что криминаль Ну авторитету Воров в законе Так Не очень Дружественно руки Не протягивает Вот так А он может быть И не может повернуться Танич Но он вот так Протягивает Слава молчит Ну Вор в законе Крестный отец мира Мог бы развернуться И идти Помолчал Потом протянул Взял руку Танича Погнал Молча Молча стоит Я думаю Что сейчас будет Наверняка Вячеслав Кириллович Не один сюда Приходит Что будет дальше Он молчал Молчал Повернулся И ушел Сидим Молчим Оба Я говорю Миша Как тебе не стыдно Как тебе не стыдно Как ты мог Этому человеку Так пренебрежительно Протянуть руку Какой бы он ни был Да Если он преступник Он пришел к тебе Как к Богу И говорит Что ты ему Духу перевернул И что он не стал бы тем Кем он стал Если бы он раньше Узнал твои мысли И твои чувства По поводу вот всего Танич молчал Молчал И говорит Да Он лучше меня воспитан Прелесть Ответил Прелесть Я поняла Что у него какие-то счеты Есть С криминальным миром Но он заставил Этого криминального Авторитета подойти Повать ему руку И поклониться Как отцу Который пришел По картине Рембрандта Как блудный сын Попросить прощения За то, что он натворил Я, например Встретился однажды В Хабаровске В аэропорту С несколько Более молодым Таничем Чем сейчас Это было много лет Тому назад Он был вместе С Яном Френкелем И они летели На Сахалин И вот через Две-три недели Да, мы пили там Водку с тобой В гостинице И вот через Две недели Они возвращались И мы опять Встретились И уже появилась Новая песня Новая песня Которая, конечно же Была результатом Увиденного На Сахалин В краю, где спорят Волны и ветра Кто поет? Моя Леня В краю, где спорят Волны и ветра Живут немногословные Мужчины И острова, как будто Синера В Россию возвращаются С Путины А почта С пересадками Летит с материка До самой дальней Гавани Союза Где я бросаю Камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Где я бросаю Камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Скажите, а почему На ваш взгляд Вот достаточно искренний И очень профессионально Сделанный проект Для хорошей певицы Алены Апиной А я скажу Почему он не получил Да, я скажу Мое мнение И тема Это мы писали Сережу Коржуковым Таняча слова Но Таняч лежит больной Он уже 10 лет больной Мы с Сережей пифем Всю программу Замечательно Какие-то мелодии Он не те угадал Говорит, Сережа Например, подковочка Я говорю Он написал Такую попсовую музыку Сережа, ты что написал? Говорит, она бы такая Немного Подвыпив Бобенка одинокая Рябиновые Настоечки Настоечки налью На коечки На коечки Перинку постелю Налью себе На стоечки И втайне Уступлю Полкоечки Полкоечки Тому, кого Люблю Все Сделали программу Апин и Таняч не встает Первый, кому мы обратились Был другой продюсер Не Апина Он хотел для своей дочки Не хочу называть Он пришел Значит, слушает это все И как новые коммерсанты Говорит Ну, это еще, как говорится Надо попробовать Я говорю Боря Его Боря зовут Че пробовать? Натаньча пробовать Ставить негде Че пробовать? И мы расстались А тут Приходит Ленка С Иратовым С Сашей Они слушают И Ленка слушает Первую песню Узелок развявится Узелок развявится А там все такие песни Она говорит Я отсюда не уйду Без этой песни Танич говорит А нет Танича нет Танич левит Танич больной левит На кровати Мы с Серевой Их принимаем А Сережа говорит Нет Это продается все целиком И они уезжают Да Нет Уезжают Но там через несколько дней Они звонят Они жили на Ленинском проспекте Мы Танича подняли Собрали И втроем поехали Приехали А Ленке Сережа сыграл всю программу Все спел Она сказала Да Мы это покупаем И сразу Иратов рассчитался Тогда деньги были очень маленькие Каждая песенка стоила Что-то наверное 200 долларов Да ладно Да честное слово Но мы же вообще денег никогда не брали И Сережа тоже Он бедный мальчик Но гордый У него достоинство было У Курвукова Очень высоко развито Мы сказали Да По 200 долларов Значит он заплатил Лена Девочка из провинции Из того же города В Таея Из города Саратова У нее консерваторское образование У нее амбиции Она кончила консерваторию Как певица русских песен У нее огромный голос И все у нее хорошо Как ей кажется Кроме того что она еще не избавилась от этого комплекса Этой вот девочки из провинции Только Иратов купил первую квартиру Только они поселились Все хорошо И она делала эту программу Танич-то уже болен Она ее делала на свой ум разум У нее не хватило Может быть характера Вот как у лесоповальцев Хватило Сыграть это так как надо Танич сильно болен Сережа этим делом не занимался Ну не мне Вы тоже не занимались Да И люди просто не поверили В этот проект Потому что песни были замечательные И вот случилось так Что они все Деньги потратил Иратов большие На сценографию На Страхан режиссер Все хорошо Но даже Кроме того что Лена была не абсолютно готова Она не создала точный образ Этой лимитчицы Которая все в жизни прошла С самого дна начала и поднялась При том что она очень все хорошо спела Ну чего-то не хватило И до сих пор у нее этого чего-то не хватает Вот я сейчас говорю Лифния Я когда слушаю Лену Я всегда хочу ей внести поправочку Леночка Ну вот тут не делай иронию Она лифния Эта героиня не может Соронизировать А вот тут вот так подай А вот тут так подай Ну она как-то не поверила сама Что это может иметь успех И после концерта в Москве И концерта в Санкт-Петербурге Они может и поехали куда-то Ну видимо народ вот не поверил Как ты сказала Программа эта погибла Например там есть такая песня Парень из нашего города Главная должна была быть песня Этой героини Которая вот из народа Из неблагополучного слоя Как она все прошла и поднялась Это психологическая работа А Лена поет Я говорю Ленка ну спой вот так Ну спой так Ну она исполнитель Она имеет право выбирать Как ей петь Ну я ее люблю Как исполнительницу Но каждый раз Вот Леночка Говорю тебе Любя тебя Каждый раз Когда ты поешь какую-то песню У меня есть место Я бы внесла поправочку И она бы тебе помогла Ты была бы достоверной И любимой всем народом Так же как вот с песней Узелок завяжется Полюбила парня Да не угадала Вовсе не такого Я в сне видала Я его слепила Из того, что было А потом, что было То и полюбила А потом, что было То и полюбила Узелок завяжется Узелок развяжется А любовь она и есть Только то, что кажется Узелок завяжется Узелок развяжется А любовь она и есть Только то, что кажется Все у нас связалось В узелки тугие У меня проблемы У него другие Я его слепила Из того, что было А потом, что было То и полюбила А потом, что было То и полюбила То и полюбила Узелок завяжется Узелок развяжется А любовь, она и есть, только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется. Сегодня у нас в гостях Лидия Николаевна Козлова, поэтесса и художественный руководитель легендарной группы «Лесоповал» группы Михаила Танча. Так что с членством в Союзе писателей? Союзом писателей было вот в то. Когда Таня Че умер, я ни в какой Союз писателей не думала поступать. Я знаю все эти организации, чего они стоят, и чего они дают, и чего они не дают. И зачем мне лезть в моем позолом возрасте куда-то? Вдруг раздается звонок из Союза писателей. Лидия Николаевна, вот мы нашли в издательстве «Советский писатель», это было самое шикарное издательство при советской власти, «Советский писатель». Вашу книгу. Мы ее прочитали, она была выдвинута на, значит, там, чего-то на соискание, чего-то, чего-то. Это было международное какое-то сообщество, не российское, и не Союз писателей России, а международное. Туда попала каким-то образом книжка «Кто, че, мов поклонник у меня какой-то наползся». Туда попал, я о чем понятия не имел. И вам дали там премию. Вот это вот Чехова, 150 лет Чехова, когда всемирно определяла сообщество литературное. Когда уже мне дали премию, Союза писателей не надо меня принимать. Союз приходит, приходите, мы вас примем. Я прихожу туда, о боже мой, в этот день там 100 человек, все бегают, все, конечно, пытаются как-то устроиться, как-то прорваться. Во-первых, 150 человек отсидеть я просто физически не могу. И тут выходит секретарь Союза писателей и говорит, Лидия Николаевна, значит, они как-то там меня срисовали. Зайдите сюда. Он зашел и говорит, Лидия Николаевна, я бы вас принял за одно баху стихотворение. Я говорю, какое? Ты в жизни мне даешь так много, что перечислить не берусь. Тут безоглядность и тревога, моя и страсть, моя и грусть. А прежде было все убого. И я блукала мир людьми. Ты в жизни мне даешь так много. Еще бы чуточку любви. Он говорит, вот, я сразу вас с вами запомнила. И мы бы сейчас вам выписываем, выписали мне этот билет Союза писателей. Без очереди, без комиссии вручили. Вручили премию чеховскую. Ну и все. С тех пор я вот уже 8 лет член Союза писателей России. А до этого, бог знает, сколько лет не было. Потом они еще меня приняли в какой-то другой союз, я уже не знаю. Я там ни разу не была. Они звонят. Я говорю, мои дорогие, мне очень приятно, что вы меня зовете в Союз писателей. Предлагают книгу. Уже 3 года они мне пишут письма. Просим прислать книгу. Я говорю, я занимаюсь лесоповалом. Это моя душа, это моя работа. Я этим живу с утра до ночи. Пока я не сплю, я думаю над лесоповалом, я тогда продолжаю жизнь Танича. Он продолжает жить. Кто-то вот пишет в интернете где-то, почему Людь Николаевна берет стихи, Танич делает песни. Да я его жизнь продлеваю. Вы никогда не узнаете его стихов, сколько у него осталось стихов. И то, что я могу делать, насколько я могу, я не Танич, я должна сделать, пока я живу, чтобы вышли эти песни, чтобы их люди услышали, прислушались. Самое главное, прислушались и поняли, какой там глубочайший, благородный, нравственный смысл. Хотя это рассказывает преступник или бывший преступник. Лесоповал – это высокохудожественная программа, поверьте мне, которая меня переживет. Лучшие песни лесоповала будут всегда в России петься. Сейчас уже написано 150, наверное, песен лесоповальских. Не хочу сказать, что все 150 шедевры, но там много таких песен, которые останутся, над которыми можно подумать и задуматься, и есть чего спеть. Лесоповал имеет еще музыку, кроме моих слов. Не моя эта музыка. К молитве не хожу, и в церкви русской я где-то с краю, где-то в стороне. Я грешный человек, и сердце мое пусто, и колокол по мне гудит, гудит во мне. Такой обычный, простой бытовой вопрос. На что живет сейчас жена? Вы где-то сказали, что вы не любите слово «вдова», и, собственно, себя такое не считаете. Нет. Так вот, на что живет жена Михаила Исаевича Танича? Это только гонорары от выступлений группы Лесоповал, или вы продолжаете писать песни? Почему я бифу, я делаю... Вот давайте об этом, это очень интересная тема, мы ее очень не касались. С одним цыганом, который приходил еще к Таничу, он кончил гитис, он очень хорошо поет, у него такой серебряный вольфой, голос вольфового размера, если так можно сказать. Он приходил к Таничу. Такого? Вот такого, да, на три октавы. Он приходил еще к Таничу, ну, Танич, я говорю, 10 лет последний болел. Танич сказал, да, мне понравился твой голос и душа, ну, мы знаем, цыганская душа. Вот, я тебе что-нибудь сделаю. Он дал ему слова какие-то, сказал, вот я тебе даю слова, ты пока поучи, мол, кто-то напишет музыку. И вот Танич умирает, и этот Хасан год не звонил и не появлялся. Потом он позвонил, пришел и сказал, вот, Лидия, вот слова, которые мне дал Танич, я никому не заказывал музыку. Я вообще хочу сказать, что я сам сочиняю музыку, может, вы со мной что-то поработаете. Я сказал, ну, я вообще не даю слова в надежде, что напишут музыку адекватную к словам. Я слушаю музыку, потом я говорю, это самое, я ничего не подтекстовываю, это другой дар, это Леня Дербенев был мастер, маэстро подтекстовки. Ты мне поиграй свою музыку, если она мне более-менее годится, я тебе дам одни слова, ты напишешь, я послушаю. Я послушаю твою музыку, что получилось, и скажу тебе честно, нравится мне это или нет. Это не значит, что это хорошо или плохо. Это мне может понравиться, а может не понравиться. Он принес песню, я увидела, что она адекватна словам, она имеет чувство и мелодию. Я уже говорила, повторюсь, в мелодии мелодизм очень важен, чтобы он не текла речка в гору, речка течет с горы. Мелодия должна так лечь, так течь, так красиво извиваться в своем движении, чтобы всем другим радость доставлять. Так мелодия важна в песне. Я ему сказала, ты знаешь, что я с тобой поработаю. Я ему стала давать какие-то слова, и мы года два работали, сделали целый альбом, 12 песен. Канюф, я никаких с него денег не брала, почему-то, что с него брать, у него нет денег. Слушайте, ну я удивляюсь, ну вы что, святая, что ли? Как ты знаешь, никаких денег не брала? Ну ко мне все приходят исполнители, которые берут песни, они говорят, Лиденька, ну у меня нет денег. Я говорю, ну хоть какие-то найди, мне же жить надо. Ну ничего. Ну приходишь, бывают духи, которые рифмуют селедка и табуретка, и хотят за это тысячу долларов. Одна привезла, например, шаль из Испании, ну, соответствует она гонорару за песню. Нет, она ее поет, слава богу, все в порядке. Меня поют другие исполнители, поют. Лиденька, вы понимаете, что после этой передачи, после этого признания, очередь к вам расстанется до Дальнего Востока? Да, потому что таких людей просто нету. Я говорю, никому неизвестный какой-нибудь Ваня Пупкин, который рифмует палка-селедка, уже хочет тысячу долларов за текст сразу. Вы, Лидия Козлова, написавшая «Айсберг», написавшая «Снег кружится», написавшая «Море хитов» для потрясающей Алисы. Я никогда ни с кого не брала ни одного рубля. Не потому что я такая, я вверхая, или такая, что я не беру. Я просто говорю, что ты можешь заплатить. Нет, говорит человек. Ну, если он бездарный, то я с ним расстаюсь. Я говорю, к сожалению, мне лично не нравится то, что у нас получилось. Это не значит, что ты плохой композитор. Может, ты замечательный композитор или замечательная певица. Пойте, чего хотите. Но мне лично это не нравится. А если мне нравится, и человек говорит, у меня нет денег, ну, я подумаю потом, говорю, ну, может быть, будут когда-нибудь. Ну, тогда отдав, бери. И, слава богу, меня поют, я очень рада. У меня несколько моих исполнителей, которые поют мои песни. Есть так называемые ваши исполнители, которые широко всем известны. Это, ну, и песни широко известные всем. «Роза красная моя», да, у Филиппа Кирова. Ну, понятно, нет, ну, это ваши же стихи. «Снег кружится», музыка Березина, «Айзберг», «Перекатиколе». «Обещаю не увидеть» у Алисы мой. Да, давно у Алисы весь альбом мной написано. Ну, там замечательные просто песни. Ну, как я могла с них брать в то время? Это было советское время. Хорошо, а сейчас какие песни? Вот, может быть, они на слуху? Нет, сейчас вот Алиса, например, одну песню взяла, слова, и она принесла тысячу. Она еще ее не сделала. Она не она вдвоем, там, дуэтная песня. Она принесла тысячу. Ну, это очень редко бывает, потому что я, как сам человек, который наголодался, настрадался, наразочаровывался, притом не утратил очарования от жизни, я всегда прихожу в соучастие человека. Мне очень многие десятки писем мне идут. У меня адрес не закрыт, телефон не идут. Ну, как правило, это малоинтересно, не хочу никого обидеть. Говорю, что это личное мое отношение к этой музыке. А, может быть, она и хороша для кого-то другого. Меня она не устраивает. Лидия Карловна, а можно ли сказать, что годы, даже десятилетия, голода, в общем-то, нищеты... Это были такие счастливые годы. Они, да, вот это счастье, о котором вы рассказываете, у вас глаза горят. Я такая счастливая была. Вы рассказываете о нищете, голоде, болезнях. Мы прожили с Танечем, с Танечем, прожили уже около 50 лет. Я его не ревновала, он меня не ревновал. Ну, конечно, не ревновал. Он с Акуджавой перестал общаться, потому что он вас любил. Ну, это он перестал, да, это мужская правильная позиция. Не надо. Надо лучше отделить того, кого не надо. А Галич, он вас не ревновал? Да, ревновал, но он мне не устраивал ревности. Так же, как и я ему. К чему говорила, забыла, вот ты меня помнила, напомнила. Вы почти 50 лет, вы, говорит, прожили с Танечем, и он вас не ревновал. На что я вмешалась, конечно. Так вот, да, вот ты вмешалась, да. Я такая была счастливая, когда мы прожили уже почти 50 лет. Он как-то что-то такое мне сказал, ну, как бы с ревностью, с намеком. А в это время Клинтон был президентом. Ну, первый, кто пришел в голову, Клинтон. Я говорю, Миша, если бы даже Клинтон ко мне посматрался, я бы тебя не бросила. Я бы все равно с тобой осталась. Я такая была счастливая, каких, я считаю, просто в жизни нет больше женщин. Я на женщин сквозь пальцы смотрел, А потом вдруг я встретил такую, По которой не знаю зачем. Не сказать, что люблю, а тоскуй. Не сказать, что люблю, а тоскуй. Ты была не со мной, а с другим, И я выдал себе отходную, И себя ни на чем подловил. Не сказать, что люблю, а ревнуй. Не сказать, что люблю, а ревнуй. Я вот, может быть, длинна, но все-таки пытаюсь задать вопрос, что вот эти счастливые, но голодные, больные годы, когда Михаил Исаевич болел, дочь болела туберкулезом, нищета, неустроенность бытовая, она, может быть, она ли привела к тому, что когда вы стали достаточно обеспеченной семьей, уже появилась квартира Далианна, и как бы дети были образованы. При этом вот эта вот душевная составляющая, когда доплевать сколько заплатят за песню, не заплатят, главное, чтобы получилось достойно. Оно связано одно с другим. И мало того, я расскажу про Танича, он готовил, но у нас не было человека с улицы, который бы не вошел, не спросил, ты голоден, есть хочешь? Вот человек с улицы, ты хочешь есть? И он что-нибудь давал ему, что в доме было, он давал ему есть. Это тоже его голодное детство, его беспризорничество, его нищета, его ужасная судьба. И такое счастье, когда мы нашли друг друга. Да нам ничего не жалко было, мы все и раздавали, у нас ничего и нету, нифига. У всех дач, у нас даже дач нет. Хотя никто больше Танича не написал. Шлягеров за 40 лет до Лесоповала, не считая Лесоповала, 40 лет Шлягеров, там больше сотни суперхитов, и Шлягеров полно. А среди артистов, с которыми работал Танич, и которые становились звездами благодаря ему, вот он же был достаточно закрытый человек. Кто-то стал ему настоящим другом? Или все оставались просто партнерами, знакомыми? Нет, у него друзья были. Вот Галич, Агуджава, Левковский. Песень работы не было, а духовная была близость. Мы жили вместе, проводили время, обсуждали, о жизни думали. Это такая компания высокого порядка. А из артистов, для которых песни пишете и писали вы, кто-то стал вам по-настоящему близок? Кому-то есть чувства дружеские? Или, возможно, в силу того, что мы уже с вами девушки такие взрослые, за 40, может быть, кому-то материнские есть чувства, или сестринские какие-то родственные? Я очень жесткая женщина и довольно закрытая. Но я ко всем, с кем я общаюсь, я общаюсь только, если я их люблю. Вот я сижу с тобой, беседую, я тебя люблю. Чувствуй ты это или нет, я не знаю, но я люблю тебя. Ну как я могу после этого сказать? Слушай, вот ты пишешь там песню, а давай-ка я тебе напишу, а ты меня заплатишь. Да никогда в жизни. Да никогда в жизни. Дай бог тебе за мной так написать, чтобы это было любимо всем народом. Чтобы твое сердце радовало, что ты такое создала, что народ полюбил, народ оценил, народ тебя любит за это. Да они что, очень любили люди. Это не сравнимо ни с какими деньгами. Я уже много раз рассказывала, когда вот уже был лесоповал, правда. Мы идем по улице, идет навстречу мужик, драбадан пьяный, его хватает, вот так он идет. И он такой агрессивный мужик идет. Я думаю, как осторожно, сейчас подойдет, или драку затеет, или будет денег просить, не хватило уже, чтобы упасть и забыться. Вот. Он подходит, что он говорит? Никак иначе, ни Михаил Исаевич, ни Танич. Он говорит, дядя Миша, какой я счастливый. У меня сегодня день рождения, а я тебя встретил. Ну, как можно после этого каким-то судом заниматься? Каким-то расчетом? Ну, не было у нас этого виноваты. Как написал Танич, ну, девочка, я ничего тебе не заработал. Ну, прости, ну, виноват. Вот. Это в его стихотворение. Пришло дурацкое хотенье, Одна навязчивая страсть, Забросить прочь стихотворенье, И ювелира обокрасть. Что в утром ты из-под подушки, В рубавке спущенной с плеча, Достала эти побрякушки И примеряла хохоча. Рассыплю по полу караты Тутанхамонской красоты. И будет горький час расплаты, Не горше нашей нищеты. Потом хоть пуля и хоть порка, Присявных поблагодарю. А звезды с неба – отговорка. Я их всю жизнь тебе дарю. Слава Богу, ты со мною был и есть. Мне подарков от тебя не перечесть. Но хочу, чтоб ты мне снова подарил Те слова, что ты когда-то говорил. А хочу я просто, если это просто, Кабельку внимания твоего. Обещай мне небо, обещай мне звезды, Это же не стоит ничего. Равным счетом ничего. Все песни группы «Лесоповал», все, что хотел нам сказать Михаил Исаевич Танч этим проектом, проектом группы «Лесоповал», сейчас сформулировала Лидия Николаевна. Преступник никогда не бывает счастливым человеком. И все, что хотелось сказать в этом проекте, это как, знаете, как слова отца и матери, которые когда-то не сказали этого. Не делайте, не совершайте глупостей, не становитесь несчастными. Слушайте группу «Лесоповал», слушайте то, что вам хотел сказать гениальный поэт Михаил Танч. Слушайте то, чем сейчас занимается Лидия Николаевна Козлова. А впереди у нас 19-й по счету альбом группы «Лесоповал». Он уже практически, я собрала каждый раз, готовя альбом, его надо как-то выдержать. Ну вот как мясо на фампуре, в одном стиле. Как бы ты не раздвигал диапазон, но этот вот альбом вот такой. Вот у нас последний, я рассказала, прощаю всех. А следующий альбом, я еще не знаю название, там уже набралось 13-14 песен. Я еще хочу, хочу 4-5 песен записать, чтобы потом из этого выбрать, что получится. О чем будет рассказывать этот герой, этот опытный, умный, волевой, с характером, но несчастливый человек. О чем? Там хорошая песня есть, новая, называется она «Господь». Там такая «Я в уральской тайге, покормил мавкару». А зимой, отложив рукавички, я костер завыгал на колючем ветру от одной, от единственной спички. И вышел я. Мы с этим завязали, и я вам руку протянул. А вы не взяли, но кто-то мне помог тот стыд перебороть. И понял я, что это был Господь. Дайте, пожалуйста, совет. Может быть, есть на планете еще 4-5 женщин, которые живут с гениями и не знают, каково это, и что надо сделать для того, чтобы жить с мужчиной и всю жизнь создавать ему зону комфорта, такую, чтобы он себя чувствовал. Да я так и не могу сказать, что такую я ему зону комфорта создала. Я ему верность продемонстрировала, верность духовную, понимание, поддержки. Никогда не предать, никогда не продать, никогда не соблазниться чем-то, что может тоже привести к какому-то поступку плохому, будущему обернуться плохим. Когда-то Володя Войнович сказал, когда он написал Чонкина, на него было большое гонение. И он сказал в разговоре со мной, ты знаешь, мне было страшно это все сочинять. Ну, уже не говоря там про шапку, про все. Но когда я это сочинил, мне вдруг стало не страшно. Вот когда ты говоришь правду, тебе не страшно, ты даже счастлив от того, что я это говорила. Вспомните песню Высоцкого о лжи и правде. Вот он точно Володе это высказал, как лов умеет рядиться в твою одевку, как она умеет изобразить и сказать, ты, ты плохая, ты лов на правду. Правда, это счастье. Вот когда человек набирается духу, не обязательно лезет на амбразуру и других насильно тянет в свою, как говорится, секту. Но когда он сам для себя открыл, что такое правда и как надо жить по правде, по нашей песне 10 заповедей. Не предавай, не предавал. Не убивай, не убивал. Не пожалей, отдам последнюю рубаху. Вот тут наш герой кается. Не укради. Вот тут я дал. Вот тут я дал на ту ремаху. Вот оно покаяние. Оно не обязательно, как закон. Это не плакаты на улице. Не воруйте, а то мы вас посадим. Это рассказ от лица этой личности, которая оступилась, осознала и рассказывает правду. Как остановиться? Как остановиться? Так легко соблазниться. Но правда делает человека счастливым. Я могу это подтвердить. Не пишу, ты не жди почтальона. И на стук не срывайся, чуть свет. Это блажь воровского закона. Но жулика матери нет. Ты пойми, нам нельзя по-другому. Только развор уходит из дому. Как пропавший без вести солдат. Только развор уходит из дому. Как пропавший без вести солдат. Вы смотрите Шансон ТВ. Это программа «Звездный пасьянс». Мы сегодня разговаривали с Лидией Николаевной Козловой, которая продолжает, искрометно совершенно продолжает дело своего великого и гениального супруга Михаила Исаевича Танича. Она является художественным руководителем группы «Лесоповал». Дай им Бог, еще ни один альбом, ни один успешный гастрольный тур, ни одну успешную презентацию. Пишет стихи и песни для других исполнителей. Но все равно главным детищем всей ее жизни и ее супруга была, есть и остается группа «Лесоповал». От всей души желаем вам, Лидия Николаевна, удачи, здоровья, успехов. Лидия Николаевна никогда не унывает. Посмотрите, она улыбается. Она вечно молодая. Она никогда не называет себя вдовой, потому что Михаил Исаевич все равно незримый с ней. Она говорит, что он руководит ей. Иногда контролирует, иногда пальчиком грозит. И не только мне, он всем лесоповальцам подает указания. Всем лесоповальцам дает указания. Он и остается и для нас вечно живым в своих стихах, в своей музыке. Мы желаем вам от всей души удачи, всего самого доброго. Приходите к нам почаще. Пусть группа «Лесоповал» снимает новые клипы. Спасибо, почаще надоем. Я тоже вам желаю. Успеха и радости. Дорогие зрители, кто слушает, будьте милосердны ко мне. Не судите строго, если я кто-то не то наговорила. Но знайте, что я люблю вас и говорю то, что я говорю только потому, что хочу, чтобы вы услышали и, может быть, хотя бы на 10% восприняли и мою правду. Я очень горжусь тем, что я сижу на Фансон ТВ. Очень горжусь, потому что это все-таки тоже вот надо набраться этой храбрости. Потом уже не страшно. Как сказал Боянович, страшно. Да, вот. Но надо набраться, и тогда вдруг свободно. Ты летаешь, взмываешь. Ты знаешь, что надо сделать. Как сказать? Как убедить? Это такой момент. Дай Бог вам много работать. Много. Потому что народ соскучился, да, затосковал по правде, поистине. Народ тоскует, поэтому он просто разочаровывается, думает, что, наверное, нету. А, наверное, вот все вот так, вот, вот так грязно, вот так пофло, вот так обманно. Все есть. Это все зависит от нас с вами. И вы нам помогаете это принести к людям. Поэтому успеха. Я куплю тебе дом У пруда В Подмосковье И тебя приведу В этот собственный дом Заведу голубей И с тобой И с любовью Мы посадим Мы посадим Белый лебедь На пруду Качает падшую звезду На том пруду Куда тебя я приведу А Белый лебедь Тебя привезти Угадаем с тобой Самому Мне не надо Наши пять номеров Из шести Я шансон понимаю как народную песню Слово шансон Может быть спорно Выбранное Но оно прижилось Как бутерброд В русском языке Как футбол Не наши слова Но Шансон для меня Это народная песня Степь да степь Кругом Шансон Перебиты Поломаны крылья Шансон Раскинулось Море широко Типичный Шансон Здравствуй Моя Мурка Здравствуй Дорогая Шансон Я куплю тебе дом Знаете автора Шансон Шансон Но мужик Барабанщик Что кидает шары Управляя лотом Мне сказал номера Если он не обманщик На которые нам Выпадет дом Мне сказал номера Если он не обманщик На которые нам Выпадет дом От белый лепик на пруду Качает павшую звезду На то пруду Живу давно Имею взрослых внуков Ни Прометей По линии огня И не дослышу Всех входящих звуков А также исходящих Из меня Посредство слухового аппарата Мне было бы возможно Не во вред Так я еще и вижу Плоховато Гармония Моих преклонных лет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok